Глава 4. Лирохвосты и древолазы. Они его искали, не жалея ни времени, ни ног. Они за ним охотились с надеждой и с большим ружьем. Охота ворчуна. Мы полюбили Австралию с первой же минуты и всем сердцем. Если мне, не дай бог, когда-нибудь придется навсегда осесть в каком-то одном месте из всех виденных мною стран, я, вероятно, выберу Австралию. От Сиднея до Мельбурна мы ехали под ослепительно синим небом, расписанным невесомыми облачками. Кругом простиралась выцветшая на солнце волнистая степь с просвечивающей то тут, то там ржаво-красной землей. Словно побелевшие кости светились в рощах причудливо изогнутые стволы и ветви эвкалиптов. Казалось, будто эти на редкость изящные, красивые деревья исполняют некий фантастический танец. На деревьях постарше кора шелушилась и свисала широкими, напоминающими бороды гирляндами, а свежая кора вблизи отливала розоватым оттенком, словно стволы были вылеплены из живой плоти. Под вечер второго дня мы остановились выпить чаю. Среди необозримой золотистой степи стояла группа мертвых эвкалиптов с ослепительно белыми, точно коралловыми стволами и ветвями, а между ними извивалась разбитая красная дорога, по которой мы приехали на нашем лендровере. Заходящее солнце наполнило воздух нежной золотистой дымкой, и вдруг, неведомо откуда, явилась стая розовых кокоду. Шесть птиц упали с неба и сели на сухие ветви над нами. В этом свете на фоне белых стволов они были невыразимо хороши, белые хохолки, пепельно-серые крылья и дымчато-розовые грудки и головы, семеня вдоль ветвей мелкими шажками, немного поящей речи, как все представители отряда попугаев. Они сверху поглядывали на нас, что-то неразборчиво бормотали и топорщили свои хохолки, а мы сидели неподвижно, словно завороженные, любуясь ими. Тогда они решили, что нас можно не опасаться, и слетели на землю этакими облачками розовых лепестков, медленно прошествовали по красной земле, к глубокой автомобильной колее, где поблескивала лужица дождевой воды, и принялись жадно пить. Потом один из них обнаружил в траве какой-то соблазнительный кусочек, и завязалась постыдная драка. Кокоду набрасывались друг на друга с раскрытыми клювами, кружили, хлопали пепельными крыльями. Кончилось тем, что вся шестерка стремглав улетела, только белые спинки сверкнули на фоне голубого неба. Розовые кокоду, или, как их здесь называют, гала, относятся к самым мелким, но зато и самым красивым австралийским кокоду. И, провожая взглядом этих птиц, я удивлялся, как у людей поднимается рука убивать их. А ведь в некоторых районах гала считают вредителями и каждый год отстреливают в огромном количестве. Чем ближе к Мельбурну, тем сильнее мы зябли. А когда въехали в город, было холодно, как в промозглый ноябрьский день в Манчестере. К моему стыду такая погода застала меня врасплох. Почему-то я представлял себя Австралию страной вечного солнца, хотя достаточно было взглянуть на карту и сделать простейшие подсчеты, чтобы убедиться, что это не так. Хорошо еще, что в расчете на суровый климат Новой Зеландии мы захватили вдоволь одежды. Теперь она нас выручила. Мы мечтали увидеть и, если представится возможность, снять прежде всего лирохвостов и сумчатых белок. Лирохвосты, на мой взгляд, одна из великолепнейших австралийских птиц. И я знал, что Мельбурнское управление природных ресурсов создало для них заповедник в Шервудском лесу. Но ведь если для какого-нибудь животного создан заповедник, это еще не значит, что там его легко увидеть и снять. Тем не менее, мистер Батчер, начальник управления, видимо, был настроен оптимистично, ибо он передал нас на попечение мисс Айры Уотсон, которая занималась лирохвостами и отлично знала район их обитания. Айра заказала для нас номер в небольшой гостинице на окраине заповедника, и в одно ясное прохладное утро мы отправились в путь, захватив с собой все снаряжение. Но к тому времени, когда мы прибыли в гостиницу и разобрали вещи, весь мир окутался серым туманом и изморозью, а температура явно упала намного ниже нуля. Мы взвалили аппаратуру на плечи и, дрожа от холода, без большой охоты, последовали за Айрой в лес на поиски лирохвостов. Огромные старые эвкалипты стояли в элегантных позах, кутаясь в рваные шали из шелушащейся коры, а между ними были вкраплены мощные, приземистые, древовидные папоротники. Их длинные листья пышным зеленым фонтаном вздымались над волосатыми коричневыми стволами. В лесу было сумрачно от тумана, каждый из двух отдавался гулка, как в пустом соборе. По извилистой тропе Айра вывела нас на широкую просеку, заросшую папоротниками и кустарником. Мы нашли подходящую полянку, сложили на землю снаряжение и отправились разыскивать лирохвостов. Сами по себе лирохвосты не так уж и эффектны, скорее даже довольно бесцветны, вроде самки фазана. Вся их прелесть заключена в хвосте, в двух очень длинных, изящно изогнутых перьях, очертаниями, напоминающих старинную лиру. Эта иллюзия тем сильнее, что пространство между лировидными перьями заполнено ажурным узором из тончайших белых перьев, похожих на струны. Когда подходит начало брачного сезона, самцы выбирают себе в лесу участки, которые превращают в танцевальные залы. Своими сильными ногами они расчищают площадку, причем опавшие листья собирают в кучу в центре так, что получается своего рода эстрада. Затем начинают брачные игры, и я затрудняюсь назвать более захватывающее зрелище. Хвост и пение — вот два средства, с помощью которых самец старается соблазнить всех дам в округе, и, возможно, они и устояли бы против хвоста, но против такого пения, по-моему, устоять невозможно. Лира хвост — подлинный мастер подражания, и он включает в свой репертуар песни других птиц, да и не только песни, а все звуки, которые ему придутся по душе. Казалось бы, должна получиться какофония, но на самом деле выходит нечто совершенно восхитительное. Пробираясь через влажные заросли, мы то и дело видели следы лира хвостов, помет и борозды от когтей на подстилке. Это нас ободряло. А затем нам попалась и танцевальная площадка. Меня поразили ее размеры. Она была около двух с половиной метров в поперечнике, а высота эстрады посередине составляла приблизительно восемьдесят сантиметров. — Это одна из площадок Спотти, — объяснила Айра. — Он у нас один из самых старых и самых ручных. Я на него особенно рассчитывала. Его намного легче снимать, чем других. Но пока что не было видно ни Спотти, ни других лирохвостов. Вскоре мы дошли до лощины, где древовидные папоротники росли в окружении огромных валунов, облаченных в зеленые шубы из меха. По дну лощины журча бежал ручеек с крохотными белыми пляжами в излученных. И вот тут-то, идя вдоль ручья, мы увидели первого лирохвоста. Айра, возглавлявшая нашу колонну, вдруг остановилась и подняла вверх руку. Мы тихонько подошли к ней, и она показала на малюсенький пляж метрах в пятнадцати от нас. Там, на песке, чуть наклонив голову на бок, стоял лирохвост и смотрел на нас большими, блестящими, темными глазами. Его огромный хвост был подобен пышному кружевному жабо. Наконец лирохвост решил, что мы вполне безобидны, покинул пляжик и грациозно зашагал между толстыми стволами древовидных папоротников, то и дело останавливаясь, чтобы энергично поскрести подстилку своими мощными ногами. Мы было последовали за ним в надежде, что он свернет и выйдет на просеку. Так как в лощине было слишком темно для съемки, но он весь ушел в добывание пищи и продолжал углубляться в чащу. Впрочем, уже то, что мы все-таки увидели лирохвоста, нас чрезвычайно воодушевило. И мы вернулись на просеку в приподнятом настроении. Согревшись с горячим кофе, мы разделились и начали обследовать опушку леса вдоль просеки. Мы так настроились на поиски лирохвостов, что встречи с другими лесными жителями явились для нас полным сюрпризом. Первыми нам попались три дородных птенца кукабурры, три смешливых дурака, как называют в Австралии этих гигантских зимородков. Тройка сидела в ряд на ветке, красуясь шоколадно-серым оперением с нарядными синими заплатами крыльев. Полоска черных перьев на голове образовала как бы полумаску, придавая птенцам неожиданное сходство с тройкой толстых мальчишек, играющих в бандитов. К нашему удивлению зимородки, завидев нас, издали резкий стрекочущий клич, слетели вниз и сели прямо перед нами, после чего запрыгали взад-вперед и принялись сипло кричать, взмахивая крыльями и просительно разевая свои широкие клювы. Айра, лучше нас знавшая обычаи шервудского леса, преспокойно извлекла из кармана большой кусок сыра, и мы стали подчивать крикунов этим несколько неожиданным лакомством. Наконец, набив себе животы сыром, зимородки тяжело взлетели на сук и опять устроили засаду, подстерегая новых жертв. Следующий обитатель леса поразил нас еще больше, чем кукабурры. Я уныло стоял перед кустами, соображая, в какую сторону лучше направиться, чтобы найти лерохвостов, как вдруг тихонько хрустнули ветки, и появился толстый серый зверь ростом с крупного бульдога. Я сразу узнал вомбата. В прошлом, когда я работал в зоопарке Уипснейт, у меня был как-то длительный и пылкий роман с очаровательным представителем этого вида, и с тех пор я к ним неравнодушен. На первый взгляд вомбат напоминает коалу, но у него гораздо более плотное сложение. И он больше смахивает на медведя, так как приспособлен к наземному образу жизни. У него сильные, короткие, слегка искривленные ноги, и косолапит он совсем по-медвежье, зато голова больше похожа на голову коалы. Круглые глаза пуговки, овальная плюшевая заплатка носа и бахромка по краям ушей. Выйдя из кустов, вомбат на секунду остановился и с каким-то грустным видом громко чихнул. Потом встряхнулся и, уныло волоча ноги, зашагал прямо на меня, эдакий игручный мишка, который знает, что дети его разлюбили. Разлюбили. Совершенно убитый, ничего не видя перед собой, он продолжал приближаться ко мне, явно поглощенный какими-то очень мрачными мыслями. Я стоял абсолютно тихо, и вомбат только тогда заметил меня, когда его отделяли от моих ног каких-нибудь два-три метра. К моему удивлению, он не бросился на утек, даже не убавил шаг, а подошел ко мне и с легким интересом в обзоре принялся осматривать мои брюки и ботинки. Еще раз чихнул, потом горько вздохнул и, бесцеремонно оттолкнув меня, побрел дальше по тропе. Я пошел за ним, но вомбат вскоре свернул в лес, и я его потерял. На мой вопрос, не знает ли она этого вомбата, Айра рассказала, что он уже лет десять пользуется славой патриарха здешнего леса. Он часто показывается днем, для ночного животного это необычно, и относится ко всем посетителям так же равнодушно, как отнесся ко мне. Очевидно, раз и навсегда решил, что если этим нескладным двуногим нравится бродить по его лесу в поисках каких-то горластых птиц, пусть себе бродит, лишь бы его не трогали. Всю вторую половину дня мы прочесывали лес, надеясь застать лерохвостов на участках, пригодных для съемки, однако нам не повезло. Птиц было много, но все они таились в лесном сумраке. Мы вернулись в гостиницу хмурые, озявшие и голодные. На следующий день, это было воскресенье, погода выдалась получше, и мы отправились в лес, окрыленные надеждой. Правда, Айра несколько обескуражила нас. По ее словам, воскресенье заповедник привлекает особенно много посетителей, поэтому птицы могут оказаться пугливее, чем обычно. Она продолжала настаивать, что самое правильное – ориентироваться на старину спотти, и мы пошли к лучшей из его танцевальных площадок, которую нам удалось найти на лесной поляне среди невысоких по пояс кустов. Условия для съемки здесь были отменные, теперь все дело было за спотти. Казалось, наша кампания кончится успешно. Не успели мы расположиться по соседству с поляной, как явился долгожданный спотти. Однако он ничего не стал исполнять, а, постояв неподвижно несколько минут с отсутствующим взглядом, опять скрылся в лесу. Так повторялось шесть раз. Шесть раз мы хватали аппаратуру и делали стойку, словно терьер перед крысиной норой, но все напрасно. На седьмой раз спотти подошел к нам и милостиво поклевал немного сыра. Но стоило нам заикнуться, что, мол, теперь не худо бы и исполнить что-нибудь, как он величаво удалился. Мы продолжали терпеливо ждать. Мимо нас по тропе шли экскурсанты, пожилые дамы, молодые пары и отряды бойскаутов. Всех их привлекла в лес надежда увидеть танцы лерохвостов. Как чудесно, — говорил я себе, — что есть такой заповедник, куда столько горожан могут приходить на пикник и с расстояния в несколько метров наблюдать одно из самых удивительных представлений в мире пернатых. А люди все шли и шли, неся свертки с бутербродами и дешевенькие фотоаппараты, и все желали нам доброго утра и справлялись, где сегодня танцуют птицы. Мы не безжелчи отвечали, что сами хотели бы это знать. Ожидание затянулось, а спотте все не показывался. Тут послышался треск, и из леса выскочил пожилой священник в потрепанной панаме, который прижимал к себе сумку, набитую провизией. Заметив нас, он остановился, поправил модные очки, мягко улыбнулся и приблизился вкратчивой походкой, чтобы рассмотреть извивающиеся провода, звукозаписывающие аппаратуру и кинокамеры, которые холодно поблескивали на своих треногах, словно марсианские чудовища. «Вы хотите снимать Лера Хвостов?» — спросил он наш унылый отряд. «Да», — ответили мы, потрясенные его проницательностью. «Так ведь их целые полчища вон там, в лесу», — сказал он, подчеркивая свои слова энергичным жестом. «Полчища!» — «В жизни не видел так много Лера Хвостов!» «Вы бы туда пошли!» «Вон туда!» Когда он проследовал дальше, выполнив дневную норму добрых поступков, Джим глубоко вздохнул. «Если в пределах досягаемости появится еще один Лера Хвост, я своими руками сверну ему шею», — объявил он и добавил. «Это относится и к священникам тоже». Минул еще час. Крис расхаживал по поляне с видом герцога Веллингтона в канун битвы при Ватерлоо. И вдруг почти одновременно произошли две вещи. В лесу метрах в трехстах-четырехстах от нас запел Лера Хвост, и Джим, ругнувшись в полголоса, вскочил на ноги, схватил одну камеру и помчался туда. Только он исчез, как показался старина Спотти, и решительным шагом направился к танцевальной площадке. «Живей, живей», — простонал Крис, хватая запасную кинокамеру. «Придется тебе записывать звук». Прорвавшись сквозь кусты, он принялся лихорадочно устанавливать камеру на краю площадки. Я последовал за ним, весь опутанный волочащимися по земле проводами. Нам повезло. Мы сумели развернуть аппаратуру, прежде чем подоспел Спотти. Мы остановились метрах в двух от эстрады, ближе подойти не решались, чтобы не спугнуть птицу. Крис нажал кнопку, камера застрекотала, и в ту же секунду, словно он только и ждал этого сигнала, Спотти ступил на площадку. Он остановился, смирил нас с царственным взглядом, затем поднялся на кучу листьев и начал свое выступление. Я был готов услышать что-то замечательное, но Спотти был так великолепен, что мне стоило большого труда сосредоточиться на звукозаписи. Сперва прозвучали две-три пробные ноты, словно он настраивал свою флейту, а затем Спотти медленно опустил крылья, расправил хвост, так что над спиной у него засверкал белый каскад перьев, закинул голову, и из его горла пылились звуки столь виртуозные, что описать их попросту невозможно. Наряду с трелями и фиоритурами, иногда даже сочного контральтового тембра, я услышал хриплый резкий хохот, кукабурры, крик австралийской трещотки, напоминающий свист и щелчок пастушьего бича, и звук, который можно сравнить лишь с дребезжанием, набитой камнями жестяной банки, катящейся вниз по скале. И ведь, что удивительно, все эти странные немелодичные звуки так искусно сочетались с основной темой, что ничуть ее не портили, а только украшали. Я ухитрился подвесить микрофон примерно в метре от певца и был очень доволен своей ловкостью, но когда взглянул на рекордер, то с ужасом обнаружил, что он вот-вот лопнет от силы звука, врывающегося в микрофон. Энергичными жестами я попытался втолковать Крису, какая случилась оказия. Говорить я не смел, опасаясь, что мой голос попадет на звуковую дорожку. Во что бы то ни стало, объяснял я руками, нужно отодвинуть микрофон. Крис бросил взгляд на пляшущую стрелку прибора, тоже пришел в ужас и, понимающий, кивнул мне. Передо мной стояли одновременно две нелегкие проблемы. Во-первых, отодвинуть микрофон так, чтобы не потревожить Спотти. Во-вторых, при этом не влезть самому в кадр. Придется ползти под камерой на индейский манер. Я осторожно лег на живот и пополз, чувствуя, что именно здесь специально для меня собраны колючки со всей Австралии. Вообще-то я напрасно опасался реакции Спотти. Как истинный артист, он был настолько поглощен и восхищен собственным исполнением, что при желании я мог бы выдернуть ему все хвостовые перья. Но кто мог поручиться, что этот нарцисс не пробудется от транса и не оборвет выступление? Поэтому я старался двигаться медленно и незаметно. Именно в эти минуты я постиг важнейшую житейскую мудрость. Шип, что вонзается в вашу плоть постепенно, причиняет боль неизмеримо более сильную, чем шип, который вонзается мгновенно. Все же мне в конце концов удалось перенести микрофон в точку, где можно было не бояться, что он рассыплется от мощного голоса Лера Хвоста. Четверть часа. Пока Спотти изливал свою душу в песне, мы с Крисом пребывали в неловких позах. Но вот прозвучала восхитительная завершающая трель, после чего Спотти опустил хвост, поправил крылья и величаво удалился с площадки в кустарник. Крис повернулся ко мне с округлившимися глазами и недоверчивым выражением лица, обычным для него, когда все идет на лад. Кажется, вышло неплохо, вымолвил этот мастер преуменьшать. Я освободил середину живота от многочисленных образцов австралийской растительности, встал и внимательно посмотрел на него. По-моему, тоже неплохо, подтвердил я. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы он подписал контракт и приехал в Бристоль, чтобы повторить все на студии. Крис испепелил меня взглядом. Мы собрали снаряжение и пошли обратно к просеке. Удалось что-нибудь снять? Взволнованно спросила Джекки. Да, кое-что сняли, ответил Крис с видом престарелого государственного деятеля, не желающего признаться, что ни он сам, ни его партия не знают толком, в чем суть его политики. Но пока еще неизвестно, что получится. Это было как игра в кости, объяснил я Джекки, и почти все шансы против нас. В нашу пользу только одно. Мы находились в полутора метрах от придурковатого лирохвоста, который исполнял свои лучшие номера. Ближе нельзя было подойти без риска, что певец проглотит микрофон, но, конечно, с точки зрения Парсонса, это типичный случай съемки на Абум. Крис яростно поглядел на меня, однако не успел дать сдачи, потому что в эту минуту из кустарника весело и фальшиво что-то насвистывая, ленивой походкой вышел Джим. Он добродушно улыбнулся нам, положил на землю камеру и любовно ее погладил. «Нет маленьких людей», сказал он. «Не горюй, Крис, дело в шляпе. Я все снял. Положись на Джима». «Что ты снял?» недоверчиво спросил Крис. «Все сокровенные тайны жизни и быта лирохвостов», небрежно произнес Джим. «Прихожу, а они там бегают туда-сюда, топают ногами, из себя выходят. После дворца танцев в Слау мне еще не приходилось видеть ничего подобного. «Что ты снял?» резко повторил Крис. «Я же тебе говорю». «Все!» Как лирохвосты бегают и трясут хвостом друг перед другом. «Пока вы тут копались, я отошел на несколько шагов и один все сделал. Спас наш фильм. Ладно, так уж и быть. Разделим большой приз телевидения поровну». Прошло еще несколько минут, прежде чем мы добились от него внятного и вразумительного рассказа, что именно он снял. Эти кадры в самом деле оказались чуть ли не лучшими за всю нашу экспедицию. Возмущенный нежеланием лирохвостов сотрудничать с нами, Джим немедля ринулся в заросли, как только услышал их крики. И застал такую сцену, которую мало кому доводилось видеть, не говоря уж о том, чтобы как-то зафиксировать увиденное на пленку. В лощине с вполне достаточным для съемок освещением он обнаружил самца, приступившего границу территории соперника. Необыкновенное зрелище. Хозяин участка расправил в воздухе свой хвост, напоминающий белое облачко, наклонил голову и сделал выпад, топая ногами и раскачиваясь. Нарушитель отлично понимал, что провинился. Однако, оберегая свой престиж, тоже расправил хвост и принялся топать ногами и раскачиваться. При этом оба громкими раскатистыми голосами кричали друг другу что-то оскорбительное. Из-за пышных хвостов почти не видно было самих птиц и они напоминали какие-то одушевленные искрящиеся водопады, к которым внизу приделали ноги, а хвостовые перья шушали будто осенние листья на ветру. Наконец нарушитель решил, что достаточно постоял за свою честь и отступил, после чего Джим, ликуя, вернулся к нам. Пусть нас непрерывно поливал дождь и донимал холод, какого я не помню со времен путешествия в Патагонию, мы все-таки сняли лерохвостов. Следующей нашей задачей было попытаться снять сумчатую белку. Одно время казалось, что этот маленький, очень милый зверек, совершенно исчез с лица земли. Впервые его открыли в 1894 году, и в музейных коллекциях хранилось немало шкурок сумчатых белок. Но затем он внезапно пропал, и так как область распространения вида была очень невелика, все решили, что он вымер. А в 1948 году, к удивлением скептически настроенных натуралистов, в эвкалиптовом лесу, неподалеку от Мельбурна, была обнаружена маленькая популяция сумчатых белок. Точное место держали в секрете из опасения, что натуралисты из самых добрых побуждений и экскурсанты нагрянут туда и все испортят. Вот почему. Меня ничуть не удивила реакция мистера Батчера, когда в ответ на мои слова о том, что нам очень хотелось бы снять сумчатую белку, он смерил меня взглядом, в котором было столько же подозрительности, сколько сочувствия. Он сказал, что хотя район обитания этих животных приблизительно известен, пока не определены ни границы ареала, ни количество особей, поэтому мы можем неделями бродить по лесу и ничего не увидеть. Мои кости еще помнили промозглую сырость шервудского леса. Тем не менее, я с храброй улыбкой ответил, что это ничего не значит, если есть хоть малейшая надежда выследить этих робких зверьков. Разумеется, добавил я, мы сохраним в секрете место их обитания. А если нам удастся заснять хотя бы несколько кадров с сумчатыми белками, это будет очень важно для нас и для фильма, который мы намереваемся посвятить охране фауны. Только бы мистер Батчер отверз свои уста и доверил нам тайну. А мы, продолжал я, бесцеремонно распоряжаясь судьбой Джеки, Криса и Джима, готовы ночи напролет бродить по лесу ради того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на сумчатую белку. То ли тупость моя подействовала, то ли верность долгу, а может и то и другое вместе. Во всяком случае, мистер Батчер печально вздохнул и сказал, что уж так и быть. Он отправит нас в район обитания белок в сопровождении молодого ученого, вновь открывшего пропавший вид, но за результат не ручается. А пока, на тот случай, если из этой затеи ничего не выйдет, он предлагает мне посмотреть кое-что. И мистер Батчер провел меня в принадлежащую управлению обширную лабораторию, полную банок с заспиртованными зверьками, карт, диаграмм и прочих предметов ученого обихода. Перед небольшой вертикальной клеткой, напоминающей шкафчик с проволочной дверцей, он остановился, отворил дверцу, сунул руку внутрь и, к моему несказанному удивлению, извлек из маленького ящичка двух толстых, большеглазых и чрезвычайно добродушных сумчатых белок. Это было так же невероятно и так же волнующе, как если бы мне вдруг преподнесли живых додо или детеныша динозавра, лежа у меня на ладонях, плюшевые зверушки подергивали носами и ушками и глядели на меня большими темными глазами, еще мутноватыми от столь бесцеремонно нарушенной сладкой дремоты. Животные были ростом сгалаго, мех гладкий и мягкий, как у крота, с красивым узором из пепельных белых и черных полос, а волоски на беспокойных хвостиках тонкие, словно нити стеклянной вазы. У них были округлые добродушные мордочки и крохотные изящные лапки. Очнувшись ото сна, они сели на задние лапы, степенные дородные и милостиво приняли у меня угощение в виде мучных червей. Тем временем мистер Батчер объяснил, что, когда эти обаятельные зверушки были открыты вновь, исследователи решили, что не худо бы поймать пару и попытаться приучить их к неволе на случай, если маленькую колонию постигнет какое-нибудь несчастье. Налюбовавшись очаровательными существами, мы сжалились и вернули их в спальню. Пусть спят дальше. Затем мистер Батчер представил нас Бобу уонерку, рослому, плечистому, молодому австралийцу с приятной внешностью. Боб занимался сумчатыми белками, и он сказал, что охотно покажет нам их последний оплот. Однако встречи с ними не гарантирует. мы ответили, что все понимаем и ни на что не претендуем, так как это не первый случай в нашей практике. Ночью, когда Боб заехал за нашей четверкой, чтобы проводить нас к сумчатым белкам, небо было безлунным и стоял страшный мороз. Мы забрались в лендровер, напялив на себя все, что нашлось из одежды, и все равно у нас зуб на зуб не попадал. Следуя за машиной Боба мы выехали из Мельбурна. Сперва дорога шла по сравнительно ровной открытой местности, а потом начался подъем, и мы очутились в высоком глухом эвкалиптовом лесу, причем в свете фар стволы казались еще более причудливо изогнутыми, чем днем. По мере подъема становилось все холоднее. Приезжайте в солнечную Австралию, задумчиво произнес Джим. Помните рекламу? В страну, где 30 градусов в тени и все ходят смуглые. Типичное надувательство. Но ведь в Англии в самом деле так считают, возразил я. Вот уж не думал, что тут будет такой холод. Сейчас бы несколько хороших грелок или электрический камин, или что-нибудь в этом роде, донесся голос Джеки, приглушенной мехом куртки, в которой она куталась. Наступила короткая пауза. Я соображал, не завалялась ли где у меня бутылка виски. А вот я однажды, предался воспоминаниям Джим, поджег постель феном. Мы молча переваривали эту информацию, пытаясь представить себе, как это могло произойти. Конечно, Джим все может, но в конце концов мы сдались. «Ну, сказал я, я тогда только что женился. Мы с женой снимали меблированную комнату. Хозяйка была настоящая собака. Вы понимаете, о чем я говорю? Того не делай, этого не делай. Я ее боялся, как огня. А холод стоял страшный, и у нас нечем было согреть постель, только фен жены. Здорово он нас выручал. «Кладешь подушки по сторонам, между ними сушилку, накрываешь одеялом, и все в порядке. Через полчаса у вас приятная теплая постель». Джим смолк и печально вздохнул. «Но однажды ночью», продолжал он, «что-то разладилось». Не успели мы оглянуться, пшшшш, вся постель загорелась, дым, пламя, перья летят во все стороны. Мы больше всего боялись хозяйки. Как бы она не пронюхала, то выбросят на улицу среди ночи. Я всю кровать облил водой, когда тушил. Представляете себе, сколько грязи было. Полночи мы занимались уборкой, а вторую половину провели на стульях. На следующий день пришлось потихоньку выносить матрац и покупать новый. С тех пор никаких электрических штучек. Только обычные грелки с горячей водой. Забираясь все выше в горы, мы углубились в эвкалиптовый лес и находились уже на изрядном расстоянии от Мельбурна. Наконец машина Боба свернула с шоссе на ухабистый проселок, который на первый взгляд вел в непролазную чащу. Однако через двести триста метров мы увидели поляну с крохотным домиком. Здесь машины остановились. Мы выгрузили сами и выгрузили снаряжение. Боб захватил с собой охотничьи фонарики из тех, что укрепляют с помощью ремешка на голове, а батарейку подвешивают на поясе. И теперь он раздал их нам. Приготовив всю аппаратуру, мы гуськом отправились по дороге в лес. Шли медленно, тихо, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться и посветить кругом. Тишина царила полная, как будто эвкалипты только что лихо исполняли буйную пляску, но, заметив нас, насторожились и застыли. Казалось, урани булавку, и все услышат. Единственным звуком был шелест листвы под ногами. В такой жуткой тишине мы прошли с полкилометра. Это было похоже на то, как если бы мы очутились в пещере в недрах земли и кругом торчали не эвкалипты, а причудливые сталагмиты. Но вот Боб остановился и кивнул мне. Отсюда примерно на полтора километра простирается участок, где мы их обычно встречаем, прошептал он и добавил, если вообще встречаем. «Наше продвижение возобновилось, а уже через несколько метров Боб вдруг замер на месте и направил луч фонаря на землю метрах в пяти от нас. Мы затаили дыхание». Впереди в кустах что-то еле слышно шуршало. Боб стоял неподвижно, только светил во все стороны, будто маяк. По-прежнему слышался шорох, но никто не показывался. И тут внезапно луч фонарика выхватил из мрака одного из самых причудливых зверьков, каких мне когда-либо доводилось видеть. Он был величиной с кролика, с длинным посапывающим носиком, яркими бусинками глаз и заостренными, как у чертика, ушками. Шерстка грубая, коричневая, с желтым отливом, хвост совсем крысиный. Зверек брел по опавшей листве и усиленно что-то вынюхивал. Время от времени он останавливался, чтобы поскрести землю своей аккуратной лапкой. Видимо, искал насекомых. — Кто это? — прошептала Джеки. — Это длинноносый бандикут. — шепнул я в ответ. — Не остри, — прошепела она. — Ответь толком. — Я не виноват, что их так называют, — рассердился я. — А длинноносый бандикут, не подозревая, что моя жена не верит в его существование, между тем вспахивал носом кучу листьев, словно бульдозер какой-нибудь диковинной конструкции. Внезапно он сел и с минуту чрезвычайно энергично и созредоточенно чесался. Отведя душу, он еще несколько секунд посидел, как бы в забытии. Вдруг сильно чихнул и, продолжая вспахивать листья, скрылся в кустах. Мы прошли, крадучись, еще несколько сот метров и очутились на лужайке. Здесь нас ожидало второе доказательство того, что лес не такой уж безжизненный, каким он нам казался. Мы остановились и направили фонарики на кроны ближайших эвкалиптов. Неожиданно в лучах света огромными рубинами засверкали четыре глаза. Осторожно ступая, мы заняли более удобную позицию и разглядели тех, кому принадлежали светящиеся глаза. На первый взгляд эти животные напоминали больших черных белок, но с гладкими хвостами. Они высунулись из дупла, которая образовалась на месте обломившегося сука. Свет потревожил зверьков, они выбились на ветку, и это позволило нам лучше разглядеть их. Сходство с белкой оказалось чисто внешним. Уши у них пушистые и листовидные, мордочки круглые, чем-то похожие на кошачьи, с маленькой пуговкой носа. Вдоль боков тянулась кожная перепонка, и когда зверьки сидели как теперь, она лежала на их ребрах с кладками, точно за навеска, я сразу понял, что это какие-то сумчатые белки, но не знал какие именно. «Кто это?» шепотом спросил я Боба. «Большие сумчатые летяги», ответил он тоже шепотом, «самые крупные из сумчатых летяг». «Их здесь довольно много. Постойте, может, мне удастся заставить их спланировать». Он поднял с земли палку и направился к дереву. Зверьки с благодушным любопытством наблюдали за ним. Подойдя к стволу, Боб раз другой сильно ударил по нему палкой, и тотчас любопытство сменилось паникой. Животные заметались по ветке, испуганно вереща, словно две старые девы, обнаружившие под кроватью мужчину. Им было явно невдомек, что не меньше двадцати метров разделяет их и Боба, так что бояться нечего. Боб вновь принялся околотить по стволу. Сметение сумчатых летяг возрастало, и, наконец, одна из них с каким-то кошачьим мяуканем оттолкнулась от ветки и прыгнула в воздух. При этом она вытянула все четыре лапы. Кожные перепонки по бокам расправились и превратились в крылья. А сам зверек стал почти прямоугольным, если не считать, что спереди торчала голова, а сзади длинный хвост. Поразительно ловко, словно искусный планерист. Бесшумно делая сложные повороты, он пролетел над прогалиной и с легкостью бумажного голубя приземлился на другом стволе, метрах в двадцати пяти от первого. Тут и второй зверек последовал за ним таким же манером и сел на то же дерево чуть пониже. Воссоединившись, они принялись карабкаться вверх по стволу и вскоре исчезли в густой кроне. Полет этих милых созданий произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно расстояние, которое они покрыли, однако Боб заметил, что это далеко не предел. Известны случаи, когда сумчатые летяги одним прыжком покрывали расстояние до ста метров, а шестью последовательными прыжками до шестисот метров. Но, хотя увиденные нами животные были удивительно интересными, мы еще не выследили главную дичь, а потому продолжали углубляться в лес. Мы продвигались так медленно, описывая кривые в зарослях, что казалось, будто позади уже не один километр, на самом же деле мы не прошли и пятисот метров. Кто-то заметил на дереве еще какого-то зверька, но это была ложная тревога. Зверек оказался малой сумчатой летягой. В свете фонарика она и внешностью и размерами очень напоминала сумчатую белку, однако мы сразу ее опознали. Как только она прыгнула и исчезла, паря среди ветвей, будто пепел над костром, шел уже первый час ночи. От холода я не чувствовал ни рук, ни ног и с вожделением думал о горящем камине и о чае свиске. Внезапно Боб остановился и осветил молодую эвкалиптовую поросль перед нами, потом быстро шагнул в сторону и опять повел лучом по листве, а когда он поймал нужную точку, мы неожиданно увидели толстую, пушистую, сумчатую белку, которая абсолютно невозмутимо лежала на ветке всего в трех-четырех метрах от нас. Мне уже доводилось видеть этих редких животных в Мельбурнской лаборатории управления природных ресурсов, но это нисколько не умерило моего восторга от встречи с одним из представителей вида в его родном эвкалиптовом лесу. Направив на него свой фонарик, я жадно впитывал все подробности. Зверек лежал боком к нам и мигал своими большими темными глазами, словно давая понять, что яркий свет ему мешает. Немного погодя, он попробовал сесть и причесать свои усы, однако опора была слишком узка для такого маневра, и зверек сорвался. В последнюю секунду ему удалось уцепиться за ветку, и он повис, силясь дотянуться до нее задними лапами, точь-в-точь, как неопытный и весьма тучный акробат, впервые имеющий дело с трапецией. Наконец он подтянулся и, переведя дух, с озабоченным видом медленно побрел по ветке. Неожиданно зверек с поразительной при такой комплекции скоростью и энергией прыгнул, пролетел метра два по воздуху и легко, как пушинка, опустился на другую ветку. А тут, представляете себе нашу радость, навстречу из листвы выбежала его супруга. Они взволнованно приветствовали друг друга тоненьким писком, затем она села на корточке и принялась расчесывать шерсть своего повелителя, который воспринял эту процедуру с явным удовольствием. Ни свет, ни наш шепот их нисколько не тревожили. Но тут я неосторожно наступил на сучок, и он сломался с таким звуком, словно выстрелила небольшая пушка. Белки замерли в разгар нежного объятия, потом молниеносно повернулись и тремя грациозными прыжками скрылись в сумраке леса. Проклиная свою неловкость, я утешал себя мыслью, как нам повезло, что мы вообще увидели сумчатых белок, и не просто увидели, а минут десять наблюдали их личную жизнь. Мы возвратились на поляну, где стояли машины и вошли в домик. И вот уже жаркое пламя гудит над душистыми эвкалиптовыми поленьями, и мы сидим перед огнем и изгоняем холод из окоченевших конечностей с помощью смеси из виски, горячей воды и большого количества сахара. Наконец, когда наши ткани обрели чувствительность, а щеки начали гореть, мы уселись в Лендровер и покатили обратно в Мельбурн. Путь предстоял долгий, зато позади был вечер, который я не променял бы ни на что на свете. Глава пятая Полно дерева медведей Он телом нескладен, он скуден умом, так часто говаривал сторож. Охота ворчуна Температура в кабине Лендровера достигла тридцати с лишним градусов, и мы изнемогали от пыли, жары и усталости. Позади был долгий путь, выехав из Мельбурна, мы пересекли Новый Южный Уэльс и теперь катили по Квинсленду. После леденящей измрази, которая донимала нас в Мельбурне, контраст с безоблачным голубым небом и палящим солнцем казался особенно резким, и никто из нас не смел роптать. Ведь всего сутки назад мы проклинали холод и молили небо послать нам немного солнца. Теперь солнца было столько, но вот дорога плавными петлями начала спускаться в долину, где плечом к плечу стояли шелестящие листвой розово-ствольные эвкалипты, и на обочине мы увидели дощечку с надписью «Осторожно! Ночью здесь переходят коалы». Я понял, что мы приближаемся к цели заповеднику Дэвида Флея в Барронпайнс. Дэвид Флей верно, один из самых известных натуралистов Австралии. Уже много лет он пишет об удивительной фауне своей страны, и это он первым добился того, что утконосы стали размножаться в неволе. Я давно слышал о деятельности Дэвида Флея и очень хотел познакомиться с ним лично. Многолетний руководитель заповедника Хилсвилл в Виктории, он недавно оставил эту должность, переехал в Квисленд и основал свой собственный заповедник на Золотом берегу. Так называют полоску солнечных пляжей, слывущих австралийской ривьерой. Через полчаса, миновав еще три предупреждающих знака, мы поравнялись с симпатичным домиком, примастившимся на склоне, с которого открывался вид на эвкалипты всех сортов и цветущие субтропические растения, радующие глаз яркими красками. Колокольчик висел на виду, мы позвонили и стали смиренно ждать. Наконец появился Дэвид Флей. Если можно о ком-нибудь сказать, что он выглядит как типичный австралийц, так это о Дэвиде Флей. Он воплощает собой австралийца, каким его принято представлять себе, но какого вы очень редко увидите в жизни. Рост 180 сантиметров с гаком, отличное сложение, однако не за счет мускулов, не тяжеловес, а скорее гибкий хлыст, обветренное морщинистое лицо, добрые умные голубые глаза с лукавой искоркой. Портрет типичного Осси довершала стетсоновская шляпа, в которой он выглядел так, словно только что вернулся из набега на какой-нибудь пограничный поселок. Дэвид приветствовал нас сердечно и в то же время с какой-то приятной застенчивостью. Многие люди, достигнув тех же высот славы, что и он, склонны мнить о себе больше, чем это оправдывается их делами. Дэвид же держался так мягко и скромно, что беседовать с ним было одно удовольствие. О себе он не говорил вовсе, только о своих животных, которые составляли смысл его жизни. О будконосах я уже упомянул, но помимо них Дэвид держал и разводил столько мелких и редких австралийских сумчатых, что тут никто на свете с ним не сравнится. его познания в этой области неоспоримы. Многие животных Дэвида, кенгуру, валлаби, эму и другие содержались в просторных загонах, куда можно было войти через автоматически запирающиеся двери. В итоге посетитель оказывался, так сказать, в одной клетке с животными. Превосходно придумано, ибо это способствовало более непринужденным отношениям с объектом исследования. Захватив большое ведро, полное хлебных корок, Дэвид провел меня к самому вместительному загону, где бок о бок жили кенгуру, валлаби, ибисы и молодой метрового роста казуар по кличке Клод. Волосовидное оперение Клода выглядело так, словно он за всю свою жизнь ни разу не причесывался. Откровенно говоря, больше всего он напоминал небрежно связанную метелку из перьев для смахивания пыли. Ноги толстые, страусиные, клюв, как у знаменитого диснеевского утенка Дональда Дака, взгляд решительный и властный. И, хотя Клод был намного меньше кенгуру и валлаби, с которыми делил загон, не оставалось никакого сомнения, кто здесь хозяин. Мы с Дэвидом сели на поваленный стол и начали раздавать угощения. В тот же миг нас окружила целая толпа суетящихся кенгуру и валлаби, которые нетерпеливо тыкались мягкими носами в наши руки, спеша получить корки. Клод в это время стоял в дальнем конце загона и, судя по его виду, размышлял о греховности мира сего. Вдруг до него дошло, что он рискует прозевать бесплатный обед. Он стряхнул себя оцепенение и в припрыжку помчался к нам, громко топая своими ножищами. Осадившие нас животные преграждали ему путь, но Клод живо пробился в первые ряды, разгоняя пинками всех мешавших ему кенгуру и Валлаби. Они явно привыкли к подобным атакам и прыдко отскакивали в сторону, а один раз, когда Клод хотел нападать большому серому кенгуру обеими ногами, тот, вот ведь трус, увернулся, и Казуар с размаху сел на землю. Сверкая глазами, он поднялся на ноги и с такой решимостью пошел на сумчатых, что они бросились в рассыпную, словно стадо овец перед овчаркой. Любой из крупных кенгуру мог одним метким пинком уложить Клода на повал, но они были слишком хорошо воспитаны. Обратив в бегство соперников, Казуар вернулся к нам и начал поглощать хлебные корки с такой жадностью, что кто не видел, не поверит. Однако кенгуру и Валлаби вновь стали подступать, и Клоду то и дело приходилось отрываться от еды, чтобы отгонять их. Взрослые Казуары достигают почти полутора метров, и я невольно подумал, что если Клод и впредь будет столь же воинственно относиться к другим животным, пожалуй, лучше всего со временем отвести ему персональный загон. В следующем загоне Дэвид держал своих эму крупных медлительных птиц с крайне тупым и самодовольным видом. Один эму с белым оперением и лазоревыми глазами сидел на гнезде, в котором лежало четыре яйца. Речь несомненно идет об эму альбиносе, примечание редактора. Семейная жизнь этих птиц налажена так, что она удовлетворила бы самую ярую суфражистку. Испытав, так сказать, радости брачного ложа, самка откладывает яйца и спешит выбросить из головы всю эту гадость. Самец строит гнездо, если можно его так назвать, переносит в него яйца и преданно их насиживает, даже ничего не ест, а когда птенцы вылупятся, он пестует их, пока они не подрастут настолько, что могут сами о себе позаботиться, а самка все это время преспокойно развлекается в эвкалиптовых кущах. Это ли не верх эмансипации? Мне хотелось посмотреть на яйца, которые так старательно насиживал белый эму. И Дэвид сказал мне, чтобы я вошел в загон и попросту спихнул отца с гнезда, он, совершенно ручной и ничуть не обидится. До этого дня я и не подозревал, как трудно столкнуть с гнезда сопротивляющегося эму. Во-первых, он кажется невероятно тяжелым, не меньше тонны. Во-вторых, за него никак не ухватишься. Эму, знай себе, сидел на гнезде, и сколько я не возился с этим нескладным созданием, мне никак не удавалось сдвинуть его с места, только перья поддались моим усилиям. Наконец, подсунув ему под грудь колено и действуя им, как рычагом, я заставил папашу встать и оттолкнул его, после чего, пока эму не улегся опять, поспешил наклониться над яйцами, словно сам собирался их насиживать. Стоя за моей спиной, белый эму сосредоточенно смотрел на меня. Несмотря на уверение Дэвида, что он совсем ручной, я не спускал с него глаз, ведь эму ничего не стоило прикончить меня одним ударом ноги, а я не представляю себе более унизительной смерти для натуралиста, чем смерть от пинка птицы. Яйца длиной около пятнадцати сантиметров казались сделанными из оливково-зеленой керамики очень красивого темного оттенка с каким-то скульптурным узором по всей скорлупе наподобие барельефа. Разглядывая их, я увлекся, на миг забыл про хозяина гнезда и с ужасом обнаружил, что он воспользовался случаем и подкрался ко мне вплотную. Внезапно могучее тело эму навалилось на меня сзади, так что я едва не упал на яйца, а длинная шея легла на мое плечо и, повернув голову, он благодушно уставился мне в лицо с расстоянием менее четверти метра. Одновременно в груди птицы родился ракочущий звук, словно некий обезумевший танцор в солдатских ботинках отплясывал чечетку на большом барабане. Не зная, как воспринять этот маневр эму, я предпочел стоять неподвижно, глядя в его голубые гипнотизирующие глаза. А папаша тем временем совсем вывернул шею, словно решил проверить. Может, вверх ногами я выгляжу симпатичнее? Вновь прозвучал глухой рокот, и эму, упираясь ногами в землю, начал настойчиво подталкивать меня к гнезду. Очевидно, он полагал, что я должен разделить с ним его обязанности. Но у меня на очереди были более важные дела, чем насиживание страусовых яиц. Медленно, чтобы не обидеть его, я выпрямился и удалился. Эму проводил меня печальным взглядом, и весь его вид свидетельствовал о том, что он был обо мне лучшего мнения. Наконец, он решительно встряхнулся, при этом его перья зашелестели точно, дубовые листья на ветру, шагнул к гнезду и бережно лег на драгоценные яйца. Как только я пришел в себя после интрижки с Эму, Дэвид повел меня смотреть животных, которыми он чрезвычайно гордился, и не без основания, ибо речь шла о питомнике тайпанов, самых грозных змей Австралии. Держать змей в неволе само по себе нелегко, добиться от них потомства еще труднее, а заставить размножаться в неволе таких редких и пугливых тварей, как тайпаны, это настоящий подвиг. Тайпан третья в мире по величине ядовитая змея, уступает только королевской кобре и черной мамбе. Он достигает в длину трех с половиной метров, крупный экземпляр выделяет при укусе до трехсот миллиграммов яда, вдвое больше, чем любая другая австралийская ядовитая змея, а роль шприца играют зубы длиной почти в полтора сантиметра. Не так-то приятно получить этакую инъекцию. Питомцы Дэвида возлежали в элегантных позах в благоустроенной клетке и были очень хороши собой. Спина цвета надрайной меди, живот перламутровый, голова светло-коричневая, тонкая шея и большие яркие глаза подчеркивали красоту и грозный вид тайпанов. Дэвид рассказал о волнующих минутах, которые он пережил, ловя этих змей. Впрочем, не только волнующих, но и опасных, ибо укус тайпана способен за пять минут убить лошадь. Он показал мне двухметровую красавицу Александру, гордую мамашу, которая ежегодно откладывала до двадцати яиц. Эти яйца Дэвид переносил в особый инкубатор, и через сто семь дней из них вылуплялись змееныши. Интересно, что при размере яиц шесть на четыре сантиметра из них выходят детеныши длиной около полуметра. Тайпаны явно знают секрет, как влить море в наперсток. Дэвид регулярно доит своих змей и отправляет яд в лабораторию Содружества, где делают сыворотку, которая уже спасла жизнь многим жертвам тайпанов. Доение происходит так. Стакан или другой стеклянный сосуд накрывают марлей, берут змею, открывают ей пасть и просовывают ядовитые зубы сквозь марлю. Яд капает зубов в сосуд. В эту минуту властно прозвенел висящий снаружи дома колокольчик, и два австралийских журавля в загоне поблизости расправили крылья и принялись лихо отплясывать, закинув голову и громко трубя. Чай готов, объяснил Дэвид. Они всегда танцуют, как услышит колокольчик. Очень удобно для съемок. Журавли продолжали свой буйный танец, а мы пили чай и любовались этими красивыми птицами. Оперение цвета, на голове яркие красные и желтые метины. Как и большинство журавлей, они танцевали превосходно, очень изящно выполняя разные па, пируэты и поклоны. На воле австралийские журавли иногда собираются большими группами и устраивают своего рода птичий бал, вальсируют и прыгают с партнерами под голубым небом. Я не расслышал, что это одно из самых замечательных зрелищ, какие можно увидеть в Австралии. После чая мы пошли смотреть животных, которым Дэвид больше всего обязан своей славой, удивительных утконосов. Об утконосах написано столько, что, как говорится, дальше некуда. И все-таки стоит еще раз перечислить самые примечательные особенности этих редкостных невероятных созданий. У них упругий клюв и перепончатые ноги, как у утки. Тело покрыто короткой, очень мягкой шерстью, как у крота. Хвост короткий и веслообразный, как у бобра. Задние ноги самца вооружены шпорами с ядом, который почти так же опасен, как яд змеи. И в довершении всего, хотя утконос млекопитающие, то есть он теплокровный и выкармливает свое потомство молоком, его детеныши вылупляются из яиц. Правда, в отличие от других млекопитающих, у него нет сосков, их заменяет так называемое железистое поле, молоко выделяется через мелкие отверстия, и детеныши не сосут его, а слизывают. Утконосы насекомоядные, они питаются пресноводными рачками, червями и личинками, причем каждый утконос съедает за ночь столько, сколько весит сам. Чудовищный аппетит этого животного одна из многих причин, почему его так трудно содержать в неволе. Чета, которую нам показал Дэвид, обитала в специально устроенном им платипусариуме. Платипус — утконос. Платипусариум состоял из большого мелкого пруда и размещенных на берегу деревянных спален, неглубоких ящиков, высланных сеном и соединенных с водой длинными ходами, обитыми изнутри резиновой губкой. Дело в том, что утконосы всегда роют себе узкие ходы, и когда они возвращаются из воды в нору, лишняя влага отжимается из шерсти трением о стенки. В неволе, как усновил Дэвид, лучше всего выстилать ходы сеном или губкой, которые выполняют ту же функцию. Если утконос попадет в свою спальню мокрый, он почти неизбежно простудится и погибнет. Пруд был пуст, когда мы подошли к нему. Тогда наш любезный хозяин открыл одну спальню, сунул руку в шуршащее сено и извлек оттуда утконоса. Мне никогда не доводилось видеть живых утконосов, но я уже давно знал их по фотографиям и по фильмам. Я читал про их своеобразное строение, сколько яиц они откладывают, чем питаются и так далее. Словом, мне казалось, что я их основательно изучил, но, глядя на извивающегося зверька на руках у Дэвида, я вдруг понял, что многолетнее заочное знакомство не дало мне ровным счетом никакого представления об индивидуальности утконоса. Причудливый изгиб клюва создавал видимость постоянной благодушной улыбки. В круглых карих глазах пуговках выражалась яркая личность. Я бы сравнил утконоса с одним из милых родственников Дональда Дака, одетым в меховую шубу, которая была ему явно велика. Казалось, он сейчас закрякает. И в самом деле звук, издаваемый утконосом, напоминал недовольное квохтанье сердитой наседки. Дэвид опустил его на землю, и утконос заковылял, словно детеныш выдры, с любопытством обнюхивая все на своем пути. Дэвид не только разработал методы содержания утконосов, и первым в мире добился того, что они размножались в неволе, он дважды брался за такое рискованное дело, как доставка утконосов в Нью-Йоркское зоологическое общество. Страшно даже подумать обо всех трудностях, сопряженных с таким предприятием. Надо припасти на дорогу тысячи рачков, червяков и головастиков, изготовить специальный платипусариум, надо исподволь осторожно подготовить животных к путешествию, ведь утконосы чрезвычайно впечатлительны, чуть что не так откажутся от пищи и зачахнут. О выдержке и сноровке Дэвида говорит уже тот факт, что оба раза он благополучно довез своих питомцев до США, и они много лет жили и здравствовали на новом месте. Знаете, в Англии в войну ходил один странный слух, сказал я Дэвиду. Это было примерно в 42-м, если не ошибаюсь. Кто-то рассказал мне, будто в лондонский зоопарк был отправлен утконос. Больше я ничего не слышал и решил, что все это пустые разговоры. Вы случайно не знаете об этом? Нет. То были не пустые разговоры, усмехнулся Дэвид. Это факт. Как удивился я. В разгар мировой войны через все моря везли утконоса. Вот именно, подтвердил Дэвид. Чистое сумасбродство, верно? В самый разгар войны Уинстон Черчилль вдруг решил, что ему нужен утконос. То ли он рассчитывал, что это хорошее средство поднять дух людей, то ли собирался как-то обыграть это в пропаганде, то ли захотел получить утконоса, не знаю. Так или иначе, Мензис обратился ко мне и поручил поймать утконоса, приучить его к неволе и подготовить к плаванию. Ну так вот, я поймал красивого молодого самца, готовил его полгода, потом решил, что можно его отправлять. Проинструктировал человека на судне, которое должно было вести утконоса, снабдил его кучей письменных наставлений. Команда страшно увлеклась этим заданием. Все старались мне помочь, и вот утконос вышел в плавание на порт Филиппе. Дэвид остановился, внимательно посмотрел на утконоса, который вознамерился съесть его ботинок, нагнулся, осторожно взял озорняка за хвост и водворил обратно в спальню. Представьте себе, продолжал он, утконос пересек весь Тихий океан, прошел Панамский канал, пересек Атлантику и вдруг в двух днях пути от Ливерпуля подводные лодки. Понятно, пришлось бросать глубинные бомбы, а утконосы, как я уже говорил, страшно впечатлительны и очень восприимчивы к шуму. Разрывы глубинных бомб оказались для нашего путешественника последней каплей, и он испустил дух. В двух днях пути от Ливерпуля. Мне эта история показалась одним из великолепнейших примеров Дон Кихотства, о каких я когда-либо слышал. Человечество раскололось на два враждующих лагеря. Идет самая лютая война в истории, а тут Черчилль с его неизменной сигарой приказывает, чтобы ему подали подумать только утконоса. И вот уже на другом конце света Дэвид терпеливо растит молодого утконоса и старательно готовит его к долгому плаванию через моря, кишащие подводными лодками. Жаль, что у этой истории не было счастливого конца. И все-таки какой великолепный идиотизм! Сомневаюсь, чтобы Гитлер даже в минуты умственного просветления был способен на такое чудачество в разгар войны потребовать утконоса. Три дня мы занимались съемками, наслаждаясь очаровательным обществом Дэвида и его жены. А затем пришла пора укладывать снаряжение и отправляться в Мельбурн. Управление природных ресурсов организовало для нас особого рода охоту, которую мы никак не хотели пропустить. К тому же мы надеялись по пути увидеть одну из удивительнейших птиц Австралии. Глащитую сорную курицу. Итак, мы простились с гостеприимными хозяевами, покинули их чудесный заповедник и направились на юг. Первым пунктом захода был маленький городок Гриффитс в сердце нового южного Уэльса. По соседству с ним расположен довольно обширный район Малли. Здесь-то мы и надеялись найти глащитую сорную курицу, она же курица Малли. В Гриффитсе нас встретил Бивен Бауэн из Организации Научного и Промышленного Исследования ОНПИ. Под руководством Гарри Фрита, начальника отдела природных ресурсов ОНПИ, Бивен занимался изучением экологии и особенностей размножения сорной курицы, поэтому его попросили быть нашим проводником и консультантом. Малли представляют собой кусты эвкалипта высотой от 2 до 4 метров. Местами они растут так густо, что их ветви переплетаются и образуют сплошной полок. На первый взгляд Малли кажутся сухими и безотрадными, лишенными каких-либо обитателей. на самом же деле это один из самых интересных типов ландшафта в Австралии. Многие виды птиц и насекомых приспособились к этой неблагоприятной среде и их больше нигде не найдешь. Подобно тому, как на изолированных архипелагах так было на Галапагосе нередко развивались уникальные виды, так и зарослем Малли, протянувшимся цепочкой через весь континент, присуща своя особая фауна. И, несомненно, самый интересный вид, обитающий в Малли, глащатая сорная курица, красивая птица с индейку величиной, которая, пользуясь выражением Гарри Фрита, строит инкубаторы. К сожалению, мы попали в Малли не в брачный сезон, но нам все-таки посчастливилось увидеть и инкубатор, и его строителей. Серо-зеленые заросли встретили нас жарой и безмолвием, и, казалось, кругом нет ничего живого. Немного погодя, Бивен остановил машину и сказал, что дальше лучше идти пешком, больше шансов увидеть сорных кур, если они есть поблизости. И вот тут-то, во время нашей короткой прогулки, мы смогли убедиться, что Малли вовсе не такие безжизненные, какими кажутся на первый взгляд. Спугнутые нами шумно взлетели бронзово-крылые голуби. Среди опавшей листвы у нас под ногами скользили тоненькие коричневые ящерки с золотистыми глазами. А, перевернув гнилую колоду, я увидел притаившегося человека-ненавистника, небольшого, но весьма злобного черного скорпиона. Я копнул рукой землю рядом и извлек на свет Божий двух маленьких своеобразных тварей. Посмотришь, ну, прям золотые змейки длиной каких-нибудь десять сантиметров и со спичку толщиной, но приглядись поближе и различишь по бокам в углублениях в коже четыре крохотные ноги. Выходят и это ящерицы, только с рудиментарными конечностями. Когда надо двигаться, они их поджимают и ползут по-змеиному. Я был в восторге от своей находки, но Крис рвался вперед, ему не терпелось схватиться с большеногой курой. Я неохотно вернул ящериц в лоно земли, и мы зашагали дальше. Наконец, выйдя на поляну, мы в центре ее увидели что-то похожее на воронку от небольшой, но мощной бомбы. Окружность самой воронки не превышала мусорный контейнер, зато ширина окружавшего ее земляного вала достигала четырех метров. Бивен объяснил, что это и есть инкубатор, и рассказал, как возникают эти странные земляные укрепления. Зимой самец, иногда с помощью самки, вырывает здоровенную яму, заполняет ее отмершей растительностью, а сверху насыпает песок. Под действием дождя и солнце начинается гниение, и температура в инкубаторе повышается. Затем самец вскрывает гнездо, приходят самки и откладывают яйца в несколько слоев тупым концом вверх. Самец тщательно засыпает их песком. гнездо, Будь это рептилии, заботы самца на этом закончились бы. Он удалился бы в освоясе, предоставив солнцу насиживать яйца. Но сорные куры небеспечные рептилии. Самец следит за яйцами, и ему нужно, чтобы температура в инкубаторе держалась на уровне 35 градусов. Казалось бы, это непосильная задача для какой-то птицы, но самец сорной курицей отлично с нею справляется. То ли язык, то ли нежная оболочка внутри клюва, точно еще никому не удалось определить, служит термометром, и он с поразительной точностью определяет температуру в гнезде, ежедневно самец погружает открытый клюв в песок, и в зависимости от колебаний температуры либо снимает часть покрова, либо наращивает его. Шесть-семь месяцев он неотступно следит за тем, как бы драгоценные яйца не простыли или не испеклись. Его преданность долгу поразительна. Стоит показаться дождевой туче, как он со всех ног мчится к гнезду и насыпает конус из песка, чтобы дождевая вода стекала по этой крыше. Попробуйте прийти с лопатой и добраться до яиц. Тотчас прибежит самец и, стоя рядом с вами, будет засыпать гнездо ногами с такой же скоростью, с какой вы его будете раскапывать. В конечном итоге упорный труд самца вознаграждается. Из яиц вылупляются птенцы, но им еще надо пробиться на волю сквозь более чем полуметровый слой горячего песка. Это дело долгое и нелегкое. Птенцу требуется от двух до пятнадцати часов, чтобы выползти на поверхность, и когда он, совсем беспомощный, выберется из кучи, то обычно в полном изнеможении бредет в ближайшую тень, где ложится отдохнуть и набраться сил, но через два часа птенец уже способен довольно быстро бегать, а через сутки он может летать. Как только мы кончили исследовать кучу, Бивен повел нас дальше вглубь Малли. Продолжая поиски птиц, мы около часа безуспешно прочесывали заросли и уже готовы были сдаться, как вдруг Бивен замер на месте и показал пальцем впереди на полянке, недоверчиво глядя на нас стояли две глащатые курицы. У них была очень приятная розовато-серая краска, причем спину, крылья и хвост еще украшали рожевато-коричневые, серые и густозолотые пятна. Ниже клюва на грудку спускался шарф с таким же узором. Птицы оказались намного красивее, чем я думал, и мне страшно хотелось подойти поближе. Мы начали подкрадываться к ним через заросли, но они прошли и нескольких метров, как курицы насторожились. С минуту они беспокойно ходили взад-вперед, потом направились в заросли, шагая четко и важно, словно встревоженной индейки, которым подбирается повар. Страшно подумать, что если в ближайшие десять лет не будут приняты решительные меры, эти удивительные птицы могут исчезнуть с лица земли. Мало того, что завезенные лисы раскапывают инкубаторы и крадут яйца, опаснейшими конкурентами сорных кур стали кролики и овцы, которые наводняют малли и уничтожают растения и семена, составляющие их питание. Эти прожорливые и неразборчивые гости изменяют всю экологию зарослей, и лишенным пищи птицам остается либо уходить, если есть куда, либо погибать от голода. А недавно возникла еще одна угроза со стороны земледельцев. Прежде никто из них не трогал малли, так как почва этих районов считалась неплодородной, но теперь открыли новые минеральные удобрения, позволяющие использовать эти земли под пшеницу. Значит, обширные площади малли, до сих пор служившие убежищем для сорных кур, будут расчищены и распаханы, а птица исчезнет. Разумеется, прогресс тормозить нельзя, но неужели во имя прогресса непременно надо уничтожать все на нашем пути? Сорные куры один из самых поразительных видов птиц на свете. Уже поэтому они заслуживают права на жизнь. Немало времени и сил потрачено, чтобы привлечь внимание общественности и отстоять других представителей австралийской фауны. И это хорошо. Так неужели нельзя сделать тоже для глащатой сорной курицы? И хоть где-то сохранить эту птицу и ее специфическую среду обитания на радость грядущим поколениям? Неподалеку от того же Гриффитса мы стали очевидцами картины, которая с потрясающей силой свидетельствовала о том, как важно наладить охрану животных. Рядом с дорогой на колючей проволоке, ограждающей огромное поле, было развешано двадцать восемь орлов клинохвостов. Их подстрелили и распяли вниз головой на ограде, устроив своего рода птичью голгофу. Больше половины составляли едва оперившиеся птенцы. Пока мы снимали это жуткое зрелище, показался грузовик, в кузове которого сидели австралийцы. Нашли, что снимать, закричали они. Из-за такой малости не стоит время тратить. Из-за такой малости? Что они хотели этим сказать? спросил я Бивина. По-моему, двадцать восемь убитых орлов неплохая добыча. Они так не считают, угрюмо ответил Бивин. Иногда на ограде можно увидеть до полусотни и больше убитых птиц. Конечно, клинохвост крупная и сильная птица, и он несомненно унося ягнят. Так что этому хищнику нельзя позволять чересчур размножаться. Но хотя клинохвосты пока достаточно широко распространены, есть ли у них надежда выжить, если истребление будет продолжаться? На свете очень мало видов, хитрость и плодовитость которых позволили бы им выдержать подобный натиск, удрученный кровавым зрелищем. Мы поехали дальше. Нас ждал Мельбурн. где мы надеялись запечатлеть на пленке пример успешной борьбы за спасение фауны с самым популярным животным Австралии в главной роли. Речь шла о медведе Куала. Разумеется, Куала никакой не медведь, а сумчатая, которая, подобно многим другим австралийским животным, донашивает своих детенышей в выводковой сумке. Было время, когда Куал нещадно отстреливали ради их шкурок. Трудно представить себе более беспомощную жертву. Куалы совсем не боялись людей. Сидя на деревьях, они преспокойно смотрели на охотников, которые убивали их сородичей. В 1924 году было экспортировано больше двух миллионов шкурок Куал. А так как побоище пришлось на такое время, когда среди Куал свирепствовала загадочная вирусная болезнь, косившая их сотнями, они вскоре оказались на грани полного уничтожения. К счастью, правительство своевременно вмешалось и приняло строгие постановления, охраняющие Куал. Мало-помалу их число стало возрастать, а в последние годы возникла прямо противоположная проблема. Куалы так быстро размножаются, что им уже не хватает корма, вот и приходится управлению природных ресурсов устраивать охоту, отлавливать часть Куал и перевозить их в другие районы, пока они не начали умирать с голоду. Отлов, на который нас пригласили, намечался в эвкалиптовом лесу под Мельбурном, в местности с несколько странным названием Стони Пайнз, каменные сосны. В хмурый, дождливый, ветреный день мы прибыли к месту сбора. Охотники приехали еще раньше, на большом грузовике, со всеми необходимыми снаряжениями, включая множество деревянных клеток для отловленных коал. Управление природных ресурсов разработало превосходный способ, как ловить сумчатых медведей, чтобы не причинить им вреда и самому избежать укусов. Ловец вооружается длинным раздвижным шестом, на конце которого укреплена петля с фиксирующим узлом, не дающим ей затянуться слишком туго и удушить пленника. Кроме того, необходим круглый брезент, вроде того, каким пользуются пожарники при спасении людей с горящего дома. Отлов происходит так. Вы находите коалу, надеваете ему петлю на шею, против чего он нисколько не возражает, и дергаете так, чтобы он упал на растянутый брезент, который держат на готове другие участники охоты. Нагруженные снаряжением мы углубились в лес и вскоре обнаружили восьмерку коал, в числе которых были три самки с детенышами. Зверьки спокойно сидели на деревьях, рассеянно глядя на нас и не проявляя ни малейших признаков тревоги. Увы, должен признаться, что в тот день у меня сложилось крайне невыгодное впечатление об интеллекте коал. Они как кинозвезды, на вид хороши, а в голове пусто. Мы начали с большого самца, который даже с петлей на шее продолжал нам улыбаться, явно не догадываясь о наших намерениях. Правда, когда петля натянулась, он покрепче ухватился за дерево своими кривыми когтями и даже хрипло зарычал, словно тигр. Но веревка оказалась сильнее, и в конце концов он выпустил ствол и шлепнулся на брезент. После этого нас ожидала приятная работенка. Надо было снять петлю с шеи пленника и поместить его в транспортную клетку. Кто считает коалу ласковым, кротким существом, пусть-ка попробует снять у него с шеи петлю. Наш сумчатый медведь ворчал, рычал, отбивался острыми когтями и норовил укусить всякого, кто подходил близко. Мы немало помучились, прежде чем удалось затолкать свирепо рычащего зверька в клетку. На поимку всей шайки ушло часа два. Но вот наконец последний, восьмой коала, оказался под замком, и мы повезли их на новое место. Здесь нас ожидал сюрприз. Когда мы открыли клетки и вытряхнули коал на землю, они встали и замерли, глядя на нас. Пришлось буквально гнать их к деревьям. По гладким стволам эвкалиптов они легко взобрались наверх, примастились на ветках и вдруг дружно заголосили точно обиженные младенцы. У коал есть интереснейшая повадка, которую я надеялся запечатлеть на киноленте. Но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Речь идет о способе выкармливания детенышей. Когда детеныш покидает сумку и для него настает пора переходить к твердой пище, мать, при помощи некой внутренней алхимии, вместо испражнений выделяет мягкую пасту из полупереваренных листьев, нечто вроде нашего детского питания в банках. Детеныш ест эту пасту, пока не подрастет настолько, что может сам жевать довольно жесткие листья эвкалипта. Более удивительного способа выкармливания детенышей я не знаю. Хоть коалы и обаятельны на вид, меня разочаровало в них полное отсутствие индивидуальности и общая вялость, но как охотники за пушниной могли столь безжалостно уничтожать этих доверчивых, милых и безобидных животных, это выше моего разумения. Как только были завершены съемки медвежьей охоты, я перевязал большой палец, распоротый до кости ласковым коалой, я хотел помочь ему влезть на дерево, мы взяли курс на Канберру. Он-Пи организовала там крупную научную станцию с богатой коллекцией сумчатых, и я надеялся заснять немало интересных кадров. Мы в самом деле увидели и сняли в Канберре одно из самых удивительных зрелищ, какие только мне приходилось когда-либо видеть, и вышло это чисто случайно. Глава шестая. Чудесное восхождение. Миг, и это страшилище дикое, прямо в пропасть с размаху бросилось, охота ворчуна. Фауна Австралии — это такой предмет, о котором ни один уважающий себя натуралист не может говорить без волнения. Кто-то назвал Австралию чердаком мира, подразумевая место, где хранится всякое старье. Сравнение остроумное, но не совсем точное. Самые интересные группы австралийской фауны — однопроходные и сумчатые. Однопроходные наиболее примитивные среди млекопитающих, они сохранили много черт, подтверждающих, что млекопитающие произошли от рептилий. На первый взгляд однопроходные похожи на обычных млекопитающих. Они дышат легкими, теплокровны, их тело покрыто шерстью. А главное и самая поразительная черта, унаследованная от рептилий, заключается в том, что они откладывают яйца. Однако детеныши вылупившихся из яиц вскармливают молоком. Наиболее знаменит из однопроходных, конечно, утконос. Другой представитель отряда ещидна, странное существо с иглами вместо шерсти, этакий огромный марсианский дикобраз с длинным роговым клювом и сильными вывернутыми наружу когтями на передних ногах. У сумчатых целый ряд примечательных черт. Хорошо известны такие, как очень короткий срок беременности у большинства видов и рождение совсем недоразвитых детенышей чуть ли не зародышей. Новорожденный пробирается в выводковую сумку матери, и там продолжается его развитие. Сумчатые чрезвычайно примитивны, и их счастье, что сухопутный мост, по которому они в свое время проникли в Австралию, затем разрушился. Не то другие млекопитающие, такие, как тигры, леопарды, львы и прочие хищники, живо расправились бы с ними. Зато развитие этих животных, отрезанных от всего света, и имеющих в своем распоряжении целый континент, шло по самым удивительным линиям. Происходила своего рода параллельная эволюция. Вместо огромных стад копытных, развившихся в Африке, Азии и Америке, нишу травоядных здесь занимают кенгуру и Валлаби. Там, где в других частях света обитают лемуры и белки, в Австралии поселились кускусы, сумчатые белки, сумчатые летяги и сумчатые сони. Эквивалентом барсука здесь стал вомбат. Хищников представляет тасманский волк, на самом деле, конечно, не волк, а сумчатые животные, очень похожие на своего тезку. Словом, сумчатые не только приспособились к различным экологическим нишам, они повадками, а порой и внешностью напоминают совсем не родственных им животных, развившихся в других частях света. Как пример эволюции, австралийский континент с его клоачными и сумчатыми не менее удивителен, чем Галапагосские острова, которые вдохновили Дарвина на создание эволюционной теории. До прихода человека сумчатые вели, в общем-то, довольно идиллическое существование. Конечно, приходилось опасаться некоторых хищников, как то сумчатого тасманского волка, орла клинохвоста и змей, однако в целом им жилось достаточно вольготно. Но затем появились аборигены и с ними, как полагают, собака Динго, коварнейший хищник, который наряду со своим хозяином, человеком, быстро стал врагом номер один местной фауны. Впрочем, хотя Динго плодились и распространялись все шире, они почти не повлияли на природный баланс, не нарушили его и аборигены, их было слишком мало, а вот с приходом белого человека для сумчатых наступили черные дни. Мало того, что их нещадно истребляли, в их среду обитания вторглись завезенные животные, в частности европейская лиса и кролик. При этом лиса выступала как хищник, а кролик конкурировал с травоядными сумчатыми из-за корма. Когда же в Австралии появилась овца, крупные травоядные сумчатые окончательно попали в опалу, ведь они конкурировали с овцами, а овцы были нужны человеку. Фермеры возделывали обширные площади засушливых земель, на которых прежде не селились даже кенгуру и валаби. Колодцы и буровые скважины позволили им организовать тучные пастбища для своих стад, но к досаде овцеводов кенгуру и валаби тоже оценили их труд и устремились на освоенные земли в количестве равном, а то и превосходящем числу овец, и возникла так называемая угроза кенгуру. Чтобы управлять популяцией дикого животного надо кое-что знать об основах его биологии, если его просто убивать. Это может не только поставить под угрозу вид, но и причинить огромный ущерб всей экологической системе страны. В разных концах света уже известны примеры того, какими бедствиями грозит пренебрежение спецификой биологии животных. Поэтому, если какое-то животное становится вредителем, постарайтесь, возможно, лучше изучить его, как говорится, познай врага своего. Именно для таких задач и создали отдел природных ресурсов ОНПИ. Стоит только какое-нибудь животное объявить вредителем, как вмешивается ОНПИ и тщательно изучает проблему. По сути дела, эта организация выступает в роли верховного судьи. Ведь сколько раз животное, объявленное вредителем, оказывается, после расследования совсем не таким уж вредным. В Канберре ОНПИ есть крупная лаборатория, уделяющая особое внимание двум видам кенгуру, рыжему и гигантскому. И мы обратились туда, чтобы из первых рук узнать, какая судьба ждет двух самых крупных и самых великолепных сумчатых в мире. Заведует отделом природных ресурсов Гарри Фрид, один из виднейших биологов Австралии, известный в частности блестящими исследованиями экологии различных австралийских уток и гусей, а также глащатой сорной куры. Коренастый, с курчавыми волосами, с лицом выдубленным солнцем и ветром, а глаза их и не надо поискать. Таков внешний вид Гарри. Как работник он деловой, въедливый и на первый взгляд суховатый. Гарри Фрид уже помог нам письмами и короткой беседой с Крисом, который встречался с ним на пути в Новую Зеландию. Это благодаря его советам наши съемки до сих пор проходили так успешно. Теперь мы хотели снять несколько эпизодов, посвященных Канберской лаборатории, а для этого требовалось разрешение и поддержка Гарри. Я прежде никогда с ним не встречался, и когда нас ввели в его кабинет, он показался мне человеком, хотя и очень приятным, но внушающим немалый страх. Чувствовалось малейший неверный шаг, и он замкнется, а тогда добиться от него сочувствия будет так же трудно, как от горы Эверест. Услышав, что нам хотелось бы снять несколько эпизодов из их работы, Гарри довольно угрюмо посмотрел на меня. Я отведу вас к загонам и познакомлюсь с ребятами, сказал он. Я-то не против, снимайте, но последнее слово за ребятами. Они безумно заняты, пусть сами решают, хотят ли тратить время на вас. Если пошлют вас подальше, я ничего не смогу поделать, и он ободряюще улыбнулся. Надея, что ребята окажутся чуточку более покладистыми, мы пошли за Гарри Фритом к загонам, в которых содержали и разводили различные виды кенгуру и валаби. Здесь мы познакомились с Джеффом Шерменом, рослым, чрезвычайно обаятельным австралийским ученым, одним из лучших в мире знатоков биологии сумчатых. Втолкнув нас, так сказать, в логово льва, Гарри вернулся к своим делам, предоставляя мне самому налаживать отношения с Джеффом. К счастью, это казалось намного легче, чем я ожидал. Этот симпатичный человек был так влюблен в свою работу, что охотно разговаривал со всяким, кто проявлял к ней малейший интерес. Мы собираем информацию, которая помогает нам в изучении диких популяций, рассказывал он. Например, измеряем кенгурят в сумках и следим, как они растут. Это позволяет вычерстить кривые роста, а по ним можно определить возраст пойманных диких детенышей. А кроме того, мы осматриваем зубы. Это очень важно, ведь по степени стертости зубов также можно установить возраст кенгуру. По этому признаку мы составляем представление о возрастном составе той или иной популяции на воле. Проработаем этот вопрос здесь, в лаборатории, потом отправляемся в поле и метим пробы из дикой популяции кенгуру, чтобы можно было их опознать. А затем каждый раз, когда их поймаем повторно, проверяем зубы и смотрим, развиваются ли они у диких кенгуру так же, как у наших. А как с плодовитостью самок, спросил я. Ужасно, ответил Джефф. Это все равно, что поточная линия на заводе Форда. Посмотришь, один детеныш развивается в чреве, второй висит на соске в сумке, а третий уже бегает, но еще сосет. Я спросил Джеффа, как происходят роды у кенгуру, предмет, который всегда меня интересовал, и тут он меня ошарашил. «Ах, роды!» небрежно произнес он. «У меня есть небольшая лента на эту тему, могу показать». «Вы засняли роды?» Я не верил своим ушам, но мне всегда казалось, что мало кто наблюдал роды у кенгуру, не говоря уже о том, чтобы заснять их. «Да, пожалуй, мы это сделали впервые», сказал он, «но ведь у нас все отработано до тонкостей, мы можем предсказать роды с точностью до нескольких часов». Крис и Джеки в это время стояли у другого загона, флиртуя с очень милым и не по возрасту развитым Валлаби, отделенным от них проволочной сеткой. Я подбежал к Крису. «Крис, знаешь, что мне сейчас сказал Джефф Шермен?» «Что?» безучастно спросил Крис, продолжая совращать Валлаби. «Он сказал, что у него есть лента, на которой запечатлены роды кенгуру». «В самом деле?» произнес Крис, слегка озадаченный моим волнением. По его людцу было заметно, что он не видит ничего особенного в том, что у кого-то есть лента, на которой запечатлены роды кенгуру. «Ну и что?» «Как ну и что?» возмутился я. «Пустая голова!» «Неужели ты не понимаешь, что мало кто вообще видел роды у кенгуру?» «А уж чтобы снять их, насколько мне известно, Джефф первым в мире сделал это». «Хм!» Взор Криса стал более осмысленным. «А что?» «Это так интересно?» «Конечно, интересно», сказал я. «Когда детеныш появляется на свет, он всего-то с орех величиной. Это, по сути дела, зародыш, и чтобы попасть в сумку матери, ему еще бог весь сколько до нее карабкаться». «Похоже, это и в самом деле интересно». Крис слегка воодушевился. «Как по-твоему, Джефф разрешит нам воспользоваться его лентой?» «Мы подошли к Джеффу, который только что извлек голенького и довольно непривлекательного кенгуренка из сумки матери и теперь с сосредоточенным видом взвешивал его в мешочке. Джефф льстиво заговорил я. «Не могли бы вы дать нам свою ленту про роды у кенгуру?» «Пожалуйста», сразу ответил он. «Однако тут же окатил меня холодным душем. Только сперва спросите у Гарри». «Разумеется», сказал я. «Я так и сделаю». «Но скажите, если лента вдруг нам не подойдет, есть надежда снять этот эпизод заново?» «Конечно, это очень просто. У нас много самок, которые вот-вот должны родить, но опять же вам надо получить разрешение Гарри. А если Гарри даст согласие, вы не будете возражать?» спросил я, добиваясь полной ясности. «Ни капельки», ответил Джефф. «Я с радостью вам помогу». Мы заранее условились с Гарри позавтракать вместе. И за ленчем я ловко уклонялся от разговора о родах усумчатых, пока он не поглотил изрядное количество бараньих котлет и пинту другую пиво, после чего его суровое лицо самую малость смягчилось. Тогда я сделал глубокий вдох и приступил. «Гарри, Джефф Шермен говорит, что у вас есть лента, на которую сняты роды кенгуру». Гарри холодно посмотрел на меня. «Есть», осторожно произнес он. «А нельзя ли нам снять с нее копию, чтобы включить в свой фильм? Почему же нельзя?» «Но решить этот вопрос должен Джефф». «О», сказал я, «тогда все в порядке, он уже согласился, только велел получить ваше подтверждение». Гарри принял к сведению мои слова, и в глазах его сверкнула какая-то искорка. «Но, предположим...» Я поспешно наладил ему еще пиво. «Что это? Лента не совсем подходит для телевидения. Предположим, что тогда...» «Можно будет снять этот эпизод заново?» «Полагаю», сухо произнес Гарри. «Что вы уже заручились с согласием Джеффа Шермина?» «В общем-то, да», признался я, «но он сказал, что последнее слово за вами». «Я не возражаю», сказал Гарри. «Если Джефф считает, что съемки не помешают его работе, и он может это организовать для вас, я нисколько не возражаю». Я облегченно вздохнул и улыбнулся Кристоферу. «Заруби себе на носу, дружище, это будет гвоздь нашего фильма, если сумеем заснять». После ленча, ликующие, мы вернулись к Джеффу Шермину и сообщили ему, что Гарри не возражает. Джефф порадовался вместе с нами и живо установил в своем кабинете проектор, чтобы прокрутить заведенную ленту. Увы, она нас разочаровала. Мы увидели все подробности, столь важные для Джеффа, как ученого, но для телевидения этот материал не годился. Теперь вступал в силу план номер два — снимать эпизод заново. «Пожалуй, вернее всего, ориентироваться на Памелу», сказал Джефф, пристально глядя на большеглазого серого кенгуру, который торопливо хватал своими обезьяноподобными передними лапами куски моркови и энергично их пережевывал. Ей рожать примерно через неделю, а если она подведет, у нас есть в запасе Мэрелин или Марлен, у них срок сразу за ней. «И какой же порядок мы установим?» спросил я. «Понимаете, объяснил Джефф, первый признак это когда самка принимается чистить сумку. Обычно она это делает за несколько часов, до Родов. Если вы в это время будете где-нибудь поблизости, мы вам позвоним, и вы успеете установить свои светильники и камеры. А камеры и свет ее не испугают?» поинтересовался Крис. «Ни капли», ответил Джефф. «Она у нас очень спокойная». И потянулось ожидание. Первое время мы ходили вокруг загона, словно будущие отцы вокруг родильного дома, и снимали каждое движение помелы. Но так как кроме родов, если получится, нам хотелось запечатлеть на пленку все аспекты проблемы кенгуру, Гарри и Бивенбауэн повезли нас на участок под Канберрой. Это небольшое хозяйство, площадью в каких-нибудь 200 тысяч акров, где они изучали один из вопросов биологии кенгуру. «Мы пытаемся выяснить ряд вещей», рассказывал Гарри, пока мы катили по жухлой траве между эвкалиптами. Прежде всего, нам важно разобраться в передвижениях группы кенгуру, узнать, какое расстояние они покрывают, скажем, за неделю или за месяц. Способ один — поймать их и снабдить метками, чтобы можно было опознать на расстоянии в бинокль. Мы надеваем на них цветные воротнички с номерами. Вы увидите, как это делается. Далее мы хотим установить, насколько сильно развита у кенгуру избирательность к пище. Возьмите, к примеру, Восточную Африку. Она кормит тьму разного зверья, и если животные до сих пор не превратили страну в сплошную пылевую пустыню, то только потому, что они стенофаги. То есть каждый вид антилоп поедает какие-то определенные растения и почти совсем не трогает другие, которые, в свою очередь, служат кормом для антилоп другого вида. А вот когда завозят новый вид, который ест все без разбора, тут-то и происходит нарушение биологического равновесия природных ресурсов и кладется начало эрозии. В той же Восточной Африке основной ущерб причиняют несчетные стада тощих, совершенно непривлекательных на вид коров и коз, готовых жевать все, что попало. Возможно, мы выясним, что и здесь происходит нечто в этом роде, что кенгуру стенофак и фактически причиняет меньше вреда, чем кролик или овца. Но даже если это подтвердится, нам еще предстоит адский труд убедить в этом овцеводов. Он рассмеялся. Помню, как-то на севере я убеждал рисоводов, что полулапчатый гусь вовсе уж не такой вредитель, так меня чуть не линчевали. А однажды зоровенный верзил вытащил меня из машины и была бы мне крышка, если бы не бивен. Вот уж не думал, что борьба за охрану животных может принимать такие жестокие формы. Представьте себе. Но вообще-то кенгуру и впрямь стали настоящей проблемой. Я знаю фермы, где численность кенгуру чуть не втрое превысила поголовье овец. Несомненно, это вредит интересам овцеводов и что-то надо предпринять. Мы надеемся, что сможем управлять численностью популяции, тогда отпадет надобность варварски истреблять кенгуру. Почему бы не устроить так, чтобы и овцы были сыты, и кенгуру целы? Уже некоторое время мы ехали вдоль колючей проволоки, как вдруг на краю этого огромного поля заметили странное сооружение. Вдоль ограды тянулся сужающийся ход. Одной стенкой его служила сама ограда, а другой проволочная сетка. Ход заканчивался небольшим загоном площадью около трехсот квадратных метров. Это ловушка, объяснил Гарри. А способ ловли такой. Сперва вы находите кенгуру, потом потихоньку гоните их так, чтобы они бежали вдоль ограды. Постепенно увеличивайте скорость, но только очень осторожно, если вы поспешите, они испугаются, перескочат через ограду и, поминай, как звали. Главное выбрать такую скорость, чтобы они ровно бежали вдоль ограды и через ход попадали прямо в загон. А уж тогда нажимай, спеши, перехватить их, пока они не выпрыгнули из ловушки. Он высунулся из кабины, прокричал что-то бивену, который вел второй лендровер, и обе машины, сорвавшись с места, начали кружить по огороженному полю в поисках кенгуру. Носиться со скоростью пятьдесят с лишним километров в час по ухабам, то и дело сворачивая, чтобы не врезаться в эвкалипт удовольствия не из приятных. Первыми, кого мы спугнули, оказались несколько эму. И эти глуппиши, испуганные и ошеломленные, вместо того, чтобы бежать в сторону, бросились нам наперерез, а, очутившись перед машинами, окончательно потеряли голову. Не догадались свернуть. Затопали впереди нас, работая своими ножищами так усердно, что едва не коснулись ими собственного клюва. Так мы доехали до ограды, но эму, к моему удивлению, и не подумали остановиться, и продолжали мчаться прямо на нее. Один сходу проскочил насквозь, расставшись с изрядным количеством перьев. Другой боком задел колючую проволоку и отскочил обратно, отступил на несколько шагов и затем сделал новый рывок, на сей раз успешный. Правда, и он оставил возле ограды столько перьев, что хватило бы на небольшую подушку. Вот почему фермеры не любят и эму, сказал Гарри. Они без конца ломают ограды. Мы колесили еще четверть часа, вдруг Бивен посигналил нам. Мы посмотрели в его сторону и увидели с десяток серых кенгуру, которые неподвижно сидели на опушке небольшого леса, настороженно глядя на нас. Гарри сделал лихой поворот вокруг дерева, и мы помчались прямо на кенгуру, а Бивен заехал с другой стороны, отрезая им путь к отступлению. При нашем приближении кенгуру тронулись с места. Сначала они прыгали словно нехотя, но когда машины увеличили скорость, кенгуру испугались и побежали всерьез. Используя хвост как орган равновесия, они совершали такие огромные прыжки, что дух захватывало от этого зрелища. Скоро нам удалось завернуть их, они поскакали вдоль ограды, к ловушке, и обе машины сразу развили бешеную скорость. Я никогда не поверил бы, что можно нестись по такой местности со скоростью 80 км в час. Надо было не только держаться изо всех сил, чтобы не выскочить из машины через стенд или ветровое стекло, но и постоянно быть на чеку, чтобы тебя не застал врасплох крутой поворот, когда впереди возникало очередное деревце. Кенгуру не на шутку встревожились. Некоторые из них останавливались, намереваясь прыгнуть через ограду, но всякий раз мы прибавляли скорость и срывали им попытку, а вот и ловушка впереди. Еще один резкий бросок обоих лендроверов и перепуганные насмерть кенгуру, промчавшись по ходу, очутились в тупике. Мы резко затормозили, выскочили и ринулись в загон прямо к мечущимся животным. Есть только один верный способ поймать кенгуру, хватать его за хвост, но так, чтобы не пострадать от его могучих задних ног, которые могут и насмерть зашибить. Пленник будет прыгать на месте до тех пор, пока не выдохнется или пока кто-нибудь из ваших товарищей не подоспеет на помощь и не ухватится за какую-нибудь другую часть тела животного. Действуя таким образом, мы скрутили всех кенгуру одного за другим. Солнце нещадно палило, и бедняжки тяжело дышали и обливались потом от жары и усталости. На каждого кенгуру осторожно надели аккуратные целлулоидные воротнички разных цветов и с разными номерами, после чего пленников поочередно вынесли из загона и отпустили. Большинство из них, не скрывая радости, сразу пускалось вскачь. Но один кенгуру ростом поменьше застыл на месте с отупелым взглядом, когда его опустили на землю. Гарри подошел и легонько шлепнул его. Кенгуру тотчас в ярости повернулся к нему, и завязался на редкость потешный боксерский поединок. Гарри наступал на кенгуру, стараясь прогнать его, а тот пытался подловить Гарри на удар. А так как кенгуру был вдвое меньше человека, это напоминало отважный поединок Давида с Голиафом. В конце концов кенгуру решил, что выпустить Гарри кишки не удастся и с явной неохотой поскакал вдогонку за своими сородичами. Теперь уже совсем немного оставалось ждать родов, и мы поселились в мотеле, расположенном менее чем в километре от лаборатории. Ох, и задала нам жару эта помела. Три дня подряд одна за другой следовали ложные тревоги, причем она устраивала их с таким расчетом, чтобы в конец расстроить нам нервы. Стоило нам сесть за стол или лечь в ванную или погрузиться в сладкий сон вдруг срочный вызов телефону. И Джефф сообщает, что по всем признакам помела собирается рожать. Мы начинали лихорадочно одеваться, если новая застегала нас в ванне или в постели. Выскакивали со всем снаряжением во двор, втискивались в лендровер, и машина с ревом срывалась с места. Наше странное поведение явно заинтриговало владельцам отеля и других постояльцев, и они стали поглядывать на нас с опаской. Пришлось во избежание недоразумения объяснить, чего мы добиваемся. После этого все начали болеть за нас и дружно бросались к окнам с поощрительными возгласами, когда мы неслись к лендроверу, роняя в тропях части снаряжения и сбивая друг друга с ног. А примчимся к загону? Памела как ни в чем не бывало уплетает какое-нибудь лакомство и с легким недоумением смотрит на нас, с какой-то стати мы удостоили ее новым визитом. Наконец, однажды вечером, владелец мотеля ворвался в столовую, где мы в это время обедали, и сообщил, что Джефф Шермен только что позвонил и сказал, что у Памелы вот-вот начнутся роды. Это уж совершенно точно. А прокинув бутылку вина и разметав по полу салфетки, словно осенние листья, мы пулей вылетели из столовой, провожаемые криками «Давай!» и пожеланиями удачи. Крис сгоряча так быстро тронул машину, что я еще стоял одной ногой на земле, когда он дал газ. С невероятным усилием, едва не вывихнув позвоночник, я ухитрился подтянуть ногу, и мы понеслись по дороге к лаборатории. Ну, на сей раз без обмана встретил нас Джефф, я абсолютно уверен. Памела не могла выбрать лучшего времени. Стоял кромешный мрак, было страшно холодно, и все покрывала обильная роса. Мы поспешно развесили дуговые лампы и установили камеры. Памела сидела, прислоняясь к ограде, и предусмотрительно чистила передними лапами свою сумку, она делала это очень старательно, тщательно вычесывая когтями шерстку. Если не следить за сумкой, в ней накапливается липкое вещество вроде серы в наших ушах, это вещество помела и извлекала теперь. Мы засняли ее за работой, потом сели и выжидательно уставились на роженицу. Чистка продолжалась еще с полчаса, затем помела удрученно посмотрела вокруг и удалилась в другой конец загона, чтобы подзакусить. «Похоже, придется немного подождать», сказал Джефф. «А вы уверены, что это не очередная ложная тревога?» спросил я. «Нет, нет, теперь уж точно, она не стала бы так тщательно чистить сумку, если бы не готовилась рожать». Поеживаясь от холода, мы глядели на помелу. Помела, мерно работая челюстями, глядела на нас. «Зайдем пока в будку», предложил Джефф, «Там потеплее, а то, если руки окоченеют, вы не справитесь с камерами». Мы втиснулись в маленькую будку, и на радость всей компании я достал бутылку виски, которую предусмотрительно захватил с собой. Между глотками мы по очереди выходили и с надеждой смотрели на помелу, но все оставалось по-старому. «Ну да». «Вот это работенка», заметил Джим, «всю ночь не спать, глушить виски и ждать, когда появится на свет какой-то кенгуренок. В жизни не переживал ничего подобного. Вот и хорошо. Есть чем пополнить твою коллекцию необычайных происшествий, вроде случая с феном или с морской болезнью на понтонном мосту», отозвался Крис. «Причем тут фены и понтонные мосты?» заинтересовался Джефф. «Мы объяснили ему, что Джим непростой смертный. С ним на каждом шагу случается что-нибудь из ряда вон выходящее. Заставьте его рассказать, как у него велосипед застрял в дымоходе», сказал я. «Что?» удивился Джефф. «В дымоходе? Это как же?» «Врет он», возмутился Джим. «Не было ничего такого». «А я помню, как ты мне об этом рассказывал», возразил я. «Правда «Вы скажите». В Джеффе заговорил ученый. «Как это вам удалось засунуть велосипед в дымоход?» «Да врет же он, говорю вам», ответил Джим. «У меня сроду не было велосипеда, так что я его никак не мог засунуть в дымоход». Не сомневаюсь, что все так и было, как я сказал. Просто Джим из скромности не хочет рассказать о своем подвиге. Джефф и его сотрудники весь следующий час посвятили разбору того, как он мог справиться с такой задачей, и каждая новая загадка еще более распаляла Джима. Его выручил один из помощников Джеффа, который распахнул дверь и сказал «Боевая тревога! Кажется, началось». Мы живо выбрались из будки и заняли свои места. Памела металась по загону и было видно, что ей не по себе. Наконец она вырла неглубокую ямку и села в нее, прислонившись спиной к ограде, причем хвост лежал на земле у нее между ног. Некоторое время она пребывала в такой позе, потом я, очевидно, опять встала не по себе, потому что она легла на бок и полежала так несколько секунд, после чего встала. Попрыгав, она вернулась к ямке и уселась в прежней позе. Тот факт, что на нее были направлены дуговые лампы, две кинокамеры и глаза десятка зрителей ее нисколько не смущал. Пожалуй, пора пускать камеры, сказал Джефф. Обе камеры застрекотали и в ту же секунду, как по сигналу, появился на свет детеныш. Он упал на хвост Памелы и остался лежать там. Розовато-белый поблескивающий шарик не больше первого сустава моего мизинца. Я примерно знал, что увижу и все-таки за все годы, что мне приходится наблюдать животных, редко доводилось видеть такое удивительное и поистине невероятное зрелище. По существу перед нами был зародыш, ведь со времени зачатия прошло всего 33 дня. Абсолютно слепой, аккуратно сложенные вместе задние ножки совсем не действуют, в таком состоянии кенгуренок был исторгнут на свет Божий, а тут ему еще предстояло взбираться вверх, по обросшему шерстью животу матери и отыскивать вход в сумку. Напрашивалось сравнение с безногим слепцом, карабкающимся сквозь густой лес к вершине Эвереста. Тем более, что малыш не получал никакой помощи от Памелы. Мы установили, и наш фильм может подтвердить, что мать, вопреки распространенным утверждениям, не облизывает шерсть, чтобы проложить дорожку для детеныша. Как только кенгуренок родился, он, причудливо, почти по рыбьи извиваясь, покинул хвост и начал пробираться вверх сквозь шерсть. Памела не уделяла ему никакого внимания. Нагнувшись, она вылезала низ живота и хвост, потом принялась наводить чистоту позади ползущего малыша, который, очевидно, оставлял на шерсти влажный след. Несколько раз ее язык задел детеныша, но я уверен, что это было чисто случайно, а не намеренно. Медленно и упорно пульсирующий розовый шарик прокладывал себе путь сквозь густой мех. От рождения малыша до того момента, когда он достиг края сумки, прошло около десяти минут. Существо весом всего в какой-нибудь грамм, вес пяти-шести булавок, сумело одолеть такой подъем. Это само по себе было чудом, но ведь ему надо было решить еще одну задачу. Выводковая сумка не уступает по размерам большой дамской сумки, и такую огромную площадь, да еще обросшую мехом, лилипутик должен был обследовать, чтобы найти сосок. Этот поиск длится до двадцати минут. Стоит детенышу захватить ртом сосок, как последний сразу разбухает, так, что кенгуренок прочно пристает к нему, настолько прочно, что если вы попробуете оторвать его от соска, нежные ткани рта кенгуренка будут изранены в кровь. Кстати, видимо, поэтому и возникло совершенно ошибочное представление, будто детеныши кенгуру рождаются из соска, иначе говоря, отпочковываются от него. Но вот, наконец, малыш перевалил через край выводковой сумки и скрылся внутри. Можно было останавливать камеры и включать свет с сознанием, что нами сняты замечательные, уникальные кадры. Крис и Джим были в восторге. Это и в самом деле было незабываемое зрелище, и я уверен, что даже самый закоренелый враг кенгуру из числа овцеводов был бы восхищен непреклонной решимостью, с какой детеныш выполнил Геркулесов труд. Его произвели на свет недоразвитым и вынудили совершить столь тяжкое восхождение. Так неужели он не заслужил права спокойно жить в своей выстланной мехом колыбели с центральным отоплением и встроенным молочным баром? Я от души надеюсь, что исследование Гарри Фрита, Джеффа Шермина и их товарищей позволит спасти самое крупное среди сумчатых от полного истребления. Часть третья. Исчезающие джунгли. Прибытие. Конечно, бобру было бы лучше всего добыть подержанную кольчугу охоты ворчуна. Я сидел под деревом, усыпанным огромными алыми цветами и задумчиво потягивал пиво, когда послышался рокот моторной лодки. С высокой кручи открывался вид на широкие лесные просторы, словно персидский ковер с зелеными, красными, золотыми и кирпичными нитями, а внизу, между крутыми берегами, глянцевой, бурой вереницей, извивалась река Тембелинг. И сидел я около Рестхауза на границе самого большого в Малае национального парка, раскинувшегося во все стороны громадного лесного массива. Я сделал еще глоток. Татакание подвесного мотора звучало все громче. Интересно, кого везет эта лодка? Наконец, она вышла из-за поворота и направилась к пристани подо мной. Насколько я мог разглядеть, она была битком набита компанией чрезвычайно веселых сикхов, которые, чтобы скрасить однообразное путешествие вверх по реке, не очень благоразумно, зато от души воздали должное какой-то опьяняющей жидкости. Любопытно было наблюдать, как они не совсем уверенно сходили на берег и, смеясь и обмениваясь шутками, брели вверх по косогору. Проходя мимо дерева, под которым я выседал в одиночестве, они, подчеркнуто и вежливо приветствовали меня жестами и поклонами. Я поклонился и помахал им в ответ. И они проследовали к небольшой постройке, второму рестхаузу, приютившемуся среди деревьев в нескольких стах метрах от первого. Один из сикхов задержался на пристани, заплетающимся языком он отдавал какие-то распоряжения лодочнику. Вскоре и он, тяжело дыша, поднялся вверх по склону. Это был человек лет шестидесяти, с благородным лицом и великолепный, как у Деда Мороза бородой, слегка сдвинутым на бекрень тюрбане. Добрый вечер! Добрый вечер! приветствовал он меня, как только подошел поближе, махая рукой и благодушно улыбаясь. Какой чудесный день, не правда ли? Я лично провел этот жаркий душный день без толку, в неимоверно колючих зарослях. Пиявки высосали из меня все соки. Но не хотелось огорчать моего нового знакомца. «Чудесный!» крикнул я ему в ответ. Улыбающийся Сик остановился рядом со мной, с трудом переводя дух. «Видите ли, мы сюда на рыбалку приехали», объяснил он. «В самом деле?» сказал я. «А что, здесь хорошая рыбалка?» «Чудесная, чудесная!» ответил он. «Лучшая рыбалка во всей Малайе». Он поглядел на пивную кружку с видом человека, который в жизни не видел ничего подобного, но готов пойти на любой риск. «Не хотите кружечку?» спросил я. «Дорогой сэр, вы слишком добры!» сказал он и поспешно опустился на стул. По моей просьбе официант принес здоровенную кружку пива, и мой новый приятель с такой силой сжал ее в руках, словно боялся, что она убежит. «Желаю вам наилучшего здоровья», сказал сикх и одним духом осушил полкружки, после чего задумчиво рыгнул и вытер губы белоснежным носовым платком. «Это то, что мне было нужно, солгал он. От такого путешествия упаришься». Около получаса сикх подчивал меня довольно запутанной и чрезвычайно забавной лекцией об искусстве рыбной ловли, и мне было искренне жаль, когда он наконец встал и, пошатываясь, объявил, что ему пора идти. «Но вы должны позволить нам ответить на ваше радушие», серьезно сказал он. «Приходите часам к шести в наш домик, выпьем рюмочку венца, хорошо?» Мне уже доводилось выпивать рюмочку венца с сикхами, и я знал, что это обычно затягивается до рассвета, но он так настаивал, что отказаться право же было бы свинством. Я вынужден был согласиться, и он направился зигзагами к своему рестхаузу, приветливо махая мне через плечо. В это время подошли Джеки и Крис. «С кем это ты беседовал?» поинтересовался Крис. «С Дедом Морозом?» «Это был очень милый сик», ответил я. «Он пригласил меня на шесть часов выпить рюмочку вина». «Надеюсь, ты отказался», встревожилась Джеки. «Ты ведь знаешь эти пьяные оргии». «Знаю», подтвердил я, «но отказаться было невозможно». «Да ты не бойся, я попрошу Криса, чтобы он пришел за мной часиков в семь». «Почему непременно меня?» недовольно спросил Крис. «Кажется, я все-таки режиссер, а не какой-нибудь странствующий эмиссар общества трезвенников». В шесть часов, приняв ванну и переодевшись, я отправился в маленький рестхаус и был радушно встречен компанией рыболовов. Их было пятеро. Четверо дюжи, молодцы, пятый, крохотного роста, важный человечек в огромных роговых очках. После церемонии взаимных представлений мне налили бокал таких размеров, что я мысленно возблагодарил себя за предусмотрительный уговор с Крисом. Естественно, завязалась беседа о рыбной ловле и съемке животных. Когда эти темы были исчерпаны, наступила короткая пауза, все выпили по второй, а затем вдруг, до сих пор не помню, как это получилось, речь зашла о гомосексуализме. Превосходная, благодарная тема, и мы основательно ее обсудили, вспомнили и Оскара Уальда, и Петрониуса, сонеты Шекспира, и аравийские ночи Дертона, каму шутру и благоуханный сад. Появился Крис. Его усадили за стол и снабдили бокалом, и плавное течение беседы нисколько не нарушилось. Все это время важный человечек в непомерно больших очках сидел и помалкивал, крепко держа свой бокал и изучая сквозь очки каждого очередного оратора. Наконец, после того, как мы подробно обсудили причины упадка и крушения Римской империи, была исчерпана и эта тема, и воцарилась тишина. Маленький человек только и ждал этой минуты. Он наклонился, пристально посмотрел на меня и прокашлялся. Все выжидательно уставились на него. А по-моему, мистер Даррелл, внушительно произнес он одной меткой фразой, подытоживая все наши разглагольствования, по-моему, так. Каждому свое хобби. Глава седьмая. Певцы на деревьях. Из нор появились ползучие твари и воззрились на них с удивлением охота ворчуна. Таман Негара прежнее название национальной парки имени короля Георга V был создан в 1937 году. Это огромный сплошной массив девственного леса площадью свыше 4000 квадратных километров на стыке штатов Келантан, Паханг и Тренгану. Лишь небольшая часть парка легко доступна для обычных посетителей. В основном же массив, хотя и поддается исследованию, но с огромным трудом. Неудивительно, что здесь до сих пор есть совсем неизведанные районы. В пределах парка вы можете увидеть, если вам повезет, чуть ли не всех представителей фауны малайских джунглей. Одна из важнейших его функций заключается в том, что он служит убежищем для немногих уцелевших суматранских носорогов. Их теперь насчитывается всего несколько сот. Подобно другим азиатским носорогам, суматранских или двурогих носорогов нещадно истребляли, чтобы заполучить рог. Его размалывают в порошок, отправляют в Китай, где по бешеной цене сбывают престарелым, одрехлевшим и бесплодным, искренне верящим, что это средство увеличивает половую потенцию. Мне совершенно непонятно, почему жители этой чудовищно перенаселенной страны тратят время и энергию на подобное занятие, но факт остается фактом. Из-за этого суеверия почти все азиатские виды носорога находятся на грани полного истребления. И так как найти их становится все труднее, началось избиение носорогов Африки. Парк несомненно изобилует животными, однако нам от этого было не легче. Во-первых, попробуй отыщи их в густом лесу с высоченными деревьями, во-вторых, отыскав, попробуй-ка их снять. Все же мало-помалу нам удалось составить представление об обитателях парка и их повадках. В их числе были небольшие стада гауров, мощных, красивых диких быков, шоколадно-коричневой или черной масти, с белыми чулками и изящно изогнутыми толстыми белыми рогами. С утра гауры пасутся на полянах в лесу. Потом, когда начинает припекать солнце, уходят в прохладу под тень деревьев и дремлют до тех пор, пока не спадет жара, а вечером, стряхнув лень, встают и всю ночь бродят по лесу в поисках корма. Гаур огромное, могучее животное, его очень легко привести в страшную ярость, поэтому мало какой хищник отваживается помериться с ним силой. Два главных его брата, конечно, тигр и леопард. Тигров в Малайе, судя по всему, становится все меньше, но леопард еще сравнительно широко распространен. Тигр, бывает, схватывается взрослым гаурой, леопард же, уступающий тигру и ростом и силой, как правило, предпочитает нападать на молодняк. А вообще-то в лесу хватает дичи, с которой легче справиться, чем с диким быком. Большинство обитателей леса ночью бодрствуют. После захода солнца наступают быстротечные сумерки, лес и небо залиты бледным, прозрачным, зеленоватым светом. Вдруг в небе возникает множество черных крапинок, они плывут над деревьями волна за волной, будто столбы дыма. Это летучие собаки. Звонко гукоя они летят вглубь заповедника за кормом. Весь день летучие собаки провисели вниз головой на сухом дереве ниже по течению, километрах в трех от Рестхауза. Право не знаю, чем им так привлекло это голое дерево. Но они висели на нем большими гроздями, похожие на плохо закрытые зонтики под нещадно палящими лучами солнца. Время от времени они расправляли крылья и энергично ими обмакивали, чтобы охладить свои тела. Когда летучие собаки снимаются с сухого дерева и рваными, гомонящими тучами летят в свои угодья, значит, началась ночная смена. И вот стронулись с места гауры, тигры и леопарды, зевая, потянулись и оценивающие словно гурманы принюхались к волнующим ночным запахам леса. На хрупких ножках толщиной с карандаш вышли из своих убежищ крохотные оленьки цвета красного дерева с изящным камуфлирующим узором из белых пятен и полос. Излюбленной добычей почти всех хищников оленьки сознают свою уязвимость и постоянно живут в состоянии предельного напряжения граничащего с истерией. Они буквально порхают среди зеленых зарослей, малейший шум или движение, и они уносятся прочь так стремительно, что глазом не уследишь, невольно спрашиваешь себя, как хищники ухитряются их ловить. Вверху в густых зеленых кронах, где дневной хор неутомимых, одержимых орфисток цикат сменился более искусным оркестром древесных лягушек. Другие твари пробуждаются от сна с мыслью о пище. Тупайи, похожие на белок, но с длинными острыми мордочками и розовыми носиками, которые непрерывно подрагивают, будто стрелкой счетчика Гейгера, снуют по ветвям и перебегают с дерева на дерево полианом, опутавшим все стволы своими петлями, словно катаются по американским горам. С первого взгляда простительно принять тупаю за неудачную помесь белки и крысы, и вы бы, пожалуй, удивились, а, возможно, и возмутились, скажи вам кто-нибудь, что перед вами ваш родич, а ведь тупая сродни многочисленной группе приматов, объединяющей и лемуров, и человекообразных обезьян, и аборигенов, и членов парламента. Больше того, от таких вот милых зверьков и произошли все приматы, но посмотрите на них, когда они, громко вереща что-то друг другу, или уплетая жуков с развязностью дебютантки, дорвавшейся до перепелов, мечутся среди листов, не видно, чтобы они мучились угрызениями совести. А вот другой ночной бродяга, толстый лори, чем-то напоминающий маленького серебристо-розового игрушечного мишку. Его огромные совиные глаза глядят на вас из-за веток с таким отчаянием, словно лори находится на грани острого и необратимого нервного расстройства. Впечатление усугубляется тем, что глаза зверька окружены полоской темной шерсти, как будто кто-то наставил ему синяков. Обычно лори передвигается с живостью и прытью пожилого и весьма тучного священника, страдающего грудной жабой и вросшими ногтями. Подобная медлительность помогает подкрадываться к добыче, но она обманчива. Попробуйте-ка поймать лори на дереве, он разовьет поразительную скорость. Следом за лори появляется бинтуронг, странное создание, смахивающее на неряшливо сделанный коврик с любопытными раскосыми глазами и кисточками на ушах. Вот он бредет по ветвям с видом лунатика, используя свой цепкий хвост, как якорь во время остановок. Его мельница все перемелет плоды, зеленые орехи, древесных лягушек, птенцов, яйца. Он все пожирает с великой охотой. Бинтуронг тоже принадлежит к числу злополучных созданий, которым китайцы приписывают волшебные свойства. Спрос на кровь, кости и внутренности бинтуронга огромен и численность этих миролюбивых, безобидных, абсолютно лишенных каких-либо магических свойств животных непрерывно сокращается. Но вот все жители леса на ногах, и тогда наконец появляются самые внушительные слоны. В жаркую дневную пору они стоят, покачиваясь и дремлют в каком-нибудь прохладном уголке. Теперь же стряхнули оцепенение и бредут в свои угодья. Огромные серые тени так легко скользят сквозь подлесок, что слышится только слабый шелест листвы, словно от ласкового ветерка. Подчас слоны идут через заросли настолько тихо и осторожно, что вы заметите их. Лишь по звуку, над которым они невластны, гулкому протяжному бурчанию в животе. Слоны обожают воду, и даже самые пожилые степенные матриархи и патриархи стада при виде водоема превращаются в игривых котят. Мы имели возможность наблюдать и снимать старую самку с детенышем, которого она под вечер привела к речке, чтобы освежиться. Войдя в воду, она остановилась в раздумье, точно проверяла температуру, потом сделала еще несколько шагов и медленно легла. В это время малыш, замешкавшийся, на крутом спуске тоже подошел к речке и от восторга взвизгнул потешным фальцетом, напоминающим звук жестяной дудочки. Затем он бросился в воду и поспешил к матери. Она лежала на боку, неторопливо поливала себе спину и голову. Для нее тут, конечно, было неглубоко, не то, что для малыша. Впрочем, глубина его не испугала. Он, зная себе, шагал, пока не скрылся с головой, только хобот торчал из воды, будто перископ. Вот он дошел до матери и, радостно повизгивая, вскарабкался на ее влажный бок. И тут началась игра в подводную лодку. Слоненок нырял и кружил под водой, атакуя мать с разных сторон, а она ловила его хоботом и вытаскивала за ухо на поверхность. Мы наблюдали за ними около часа, пока не стемнело. Малыш все еще с неослабевающей энергией предавался своим подводным маневрам. Когда над лесом, расписывая небо алыми, золотыми и голубыми полосами, занимается заря, большинство ночных животных уже укрылись в своих дуплах или норах, и на сцену выходят дневные животные. Звучит могучий звонкий птичий хор, меж капелек утренней росы, коротко прострекочет то одна, то другая цикада, готовясь к большому концерту, который они дадут в жаркие часы. Внезапно в лесу раздается самый характерный для него звук — буйные ликующие крики гиббонов. Этих древесных певцов можно встретить повсюду, и во все часы дня слышится их веселые гиканье, переходящее в крещенда, которое, в свою очередь, сменяется истерическим чихиканьем. Самый крупный из гиббонов — сиаманг, огромная черная обезьяна. Его горло во время пения раздувается до размеров небольшого грейпфрута и издает звуки поразительной силы и мощи. День, когда нам посчастливилось увидеть сиамангов, стал для нас памятным во многих отношениях. Рано утром Крис объявил, что непременно должен снять меня и Джекки на вершине холма, расположенного вниз по течению. Убедить его, что эти кадры с таким же успехом можно снять в более доступном месте, оказалось невозможно. И мы отправились в путь на большой долбленке с подвесным мотором. Пристав к длинному светлому галичному пляжу, мы взвалили на плечи тяжелое снаряжение, вошли в лес и начали подъем. С каждым шагом склон становился круче, и нас все сильнее донимала жара. Подлесок малайских джунглей состоит из самых колючих и зловредных кустарников, с каким мне когда-либо доводилось соприкасаться. Идешь, кругом невинно мерцают смахивающие на папоротник нежные светло-зеленые растения, такие хрупкие на вид, что кажется, они способны завянуть от одного вашего грубого слова. Поэтому вы очень бережно стараетесь убрать их с дороги. И тут оказывается, что снизу каждый лист усыпан острыми, как игла, кривыми шипами. Растение тотчас вонзает эти абордажные крюча в вашу плоть и одежду. И чем сильнее вы вырываетесь, тем глубже они впиваются. Пока вы, обливаясь кровью, не начинаете чувствовать себя одним из мучеников периода раннего христианства. Джим еще чаще, чем я, попадался в плен к этим кровопийцам, поэтому мы продвигались крайне медленно. Поминутно приходилось останавливаться и помогать Джиму выпутаться, а заодно зажимать ему рот, чтобы он своими криками не распугал животных, которых мы надеялись увидеть. Наконец, окровавленные, взмокшие от неимоверных усилий, мы достигли небольшой поляны на вершине холма и присели передохнуть. Малайские джунгли славятся обилием пиявок, но почему-то именно на этой поляне их было особенно много, и они отличались небывалой прожорливостью. Правда, в первые минуты мы не увидели ни одной пиявки, не зная уж, как они ухитряются проведать о появлении человека, то ли по колебаниям почвы, вызванным шагами, то ли по запаху, но не успели мы сесть и закурить, как из кустов выполз настоящий живой ковер. Пиявки, словно маленькие черные гусеницы-землемеры, ковыляли через листья к нам, иногда они останавливались, и, вытянувшись торчком, вертели головой так, будто старались уловить запах. В этом лесу просто не было спасения от пиявок. Оставалось только надеяться, что они не присосутся к одной из менее доступных частей вашего тела. Ведь они проникают в малейшие дырочки и двигаются с легкостью пушинки, так что вы ни о чем не подозреваете, пока вдруг не обнаруживаете, что на вас, словно мелкий инжир, висят раздувшиеся от крови черные паразиты. Есть лишь два средства справиться с ними, разумеется, при условии, что вы их заметили. Зажженная сигарета или щепотка обыкновенной соли. С их помощью можно заставить пиявку отпустить свою хватку и отвалиться. Если же вы неосмотрительно начнете их отрывать, челюсти останутся в вашей плоти, и за свои муки вы будете к тому же награждены хорошей, гноящейся ранкой. И так мы сидели, стараясь отдышаться после подъема, а полчища пиявок пожирали нас. Прелестно с горечью произнес Джим. Мне чудом удалось спасти несколько граммов крови от этих проклятых растений, а теперь последние жалкие остатки будут высосаны из меня этой дрянью. Его настроение нисколько не улучшилось, когда Крис упавшим голосом признал, что вершина этого холма не подходит для задуманных им кадров. Мы собрали свое снаряжение и с полным грузом пиявок побрели вниз. Спустившись на песчаный бережок, мы укрылись от посторонних глаз, разделись и с помощью горящих сигарет помогли друг другу избавиться от пиявок. И так, сказал Джим, натягивая брюки, какую потеху Крис придумал для нас теперь? Может, поплывем через реку, Джерри? Глядишь, если повезет, встретим крокодила, вот будет эпизод. Могу сказать, о чем я думаю, медленно произнес Крис. По-моему, если вы одолеете на лодке вон те пороги, могут получиться довольно впечатляющие кадры. Я поглядел на участок, о котором он говорил. Через всю реку, будто потемневшие старые зубы, выстроились огромные коричневые камни. Протискиваясь между ними, вода разбивалась на бурлящие извилистые струи, и напор был ничуть не меньше, чем в пожарном рукаве. А ты часом не рехнулся? Осторожно, спросил я. Нет, ответил Крис, это только на вид страшновато. Верно, горячо подхватил Джим, зато представляешь себе, как будет приятно, когда ты пройдешь там, а он скажет, что эти кадры ему, пожалуй, ни к чему. После долгого спора мы решили предоставить лодочнику рассудить нас. К моей великой досаде он заявил, что с удовольствием проведет лодку через пороги ничего не поделаешь. Джим и Крис заняли позиции с камерами, а мы с Джеки сели в лодку и тронулись в путь. Эта лодка еще утром в начале нашего путешествия показалась мне не очень-то надежной. Когда же мы стали приближаться к порогам, я и вовсе потерял веру в ее прочности и ходовые качества. А лодочнику вся эта затея явно доставляла огромное удовольствие. Он лихо работал в шестом, время от времени издавая буйные гибоньи крики, явно выражавшие упоение, которого мы с Джеки совершенно не разделяли. И так как он стоял на корме, а мы сидели ближе к носу, то когда долбленка достигла порогов, все брызги достались нам. Большие шипящие волны ударили в скулы лодки и приняли нас в свои объятия. Через тридцать секунд мы промокли столь же основательно, как если бы попытались одолеть пороги вплавь. К моему удивлению, мы миновали каменную преграду невредимыми и вышли на более спокойный участок. Великолепно орал Крис, прыгая на берегу. А теперь повторите, чтобы мы могли снять вас крупным планом. Бормоча непечатные эпитеты по адресу нашего режиссера, мы вторично форсировали пороги. Ну вот, что сказала Джеки, когда вторая попытка была успешно завершена, с меня хватит, отвезите-ка меня обратно в рестхаус, чтобы я могла переодеться. Крис сразу понял, что дело пахнет бунтом и согласился. В самом деле, сказал он, оставим Джеки в рестхаусе, а сами поднимемся вверх и еще поснимаем. Джим выразительно посмотрел на меня. «Водворив в рестхаус мою промокшую и раздраженную супругу, мы отправились вверх против течения. Приблизительно через полчаса подвесной мотор вдруг издал какие-то странные хлопки и заглох. В наступившей давящей тишине Джим просвистел несколько тактов из песни о жертвах кораблекрушения. «Что с ним случилось?» спросил Крис возмущенно, глядя на мотор. «Заглох», ответил я. «Без тебя, вижу, отрезал Крис. Но почему?» Тем временем лодочник, всем своим видом выражая недоумение, набросился на мотор и принялся потрошить его гаечным ключом. Наконец, радостно улыбаясь, он извлек из внутренности мотора какую-то часть, которая, даже я это сразу понял, была безнадежно искалечена и сообщил, что должен вернуться в Рестхаус, чтобы заменить эту необходимую деталь. «Но нам-то незачем с ним возвращаться», заметил Крис. «Подождем здесь?» «Кто-нибудь из нас отправится с ним?» твердо сказал я. «Я уже попадался на такие удочки. Он заболтается с женой своего лучшего друга и пропадет дня на три». «Я предлагаю сделать так. Мы с тобой останемся здесь, со снаряжением, а Джим пусть едет с ним». Мы выгрузили снаряжение на песок, проводили взглядом лодку с Джимом и углубились в обсуждение эпизодов, которые надеялись снять. «Когда и если Джим вернется?» Сидя на корточках спиной к реке, мы ничего не замечали вокруг, и то, что произошло затем, немало потрясло нас обоих. Я повернул голову, чтобы швырнуть в реку окурок, и вдруг увидел метрах в пяти от нас приближающуюся, с изрядной скоростью, исключительно крупную и грозную на вид королевскую кобру. Голова шеи возвышалась сантиметров на пятнадцать над водой, а сама змея была не менее трех метров в длину, и, судя по ее большим сверкающим глазам, обладала довольно скверным характером. Продолжая плыть тем же курсом, она неизбежно пристала бы к берегу, как раз между Крисом и мной. И хотя я страстный натуралист, столь тесное общение с королевской коброй мне вовсе не улыбалось. «Берегись!» зарал я, вскакивая на ноги. Крис бросил испуганный взгляд через плечо, тоже вскочил, и мы дружно обратились в бегство. Тут, в соответствии с лучшими образцами литературы о джунглях, королевской кобре полагалось злобно зашипеть, броситься на нас и несколько раз обвиться вокруг тела Криса. А в ту самую секунду, когда ее зубы должны были вонзиться в трепещущую еремную вену Криса, мы должны были размажить ей голову метким выстрелом из пистолета. Несомненно, все так бы и вышло. Если бы не три вещи. Во-первых, у меня не было пистолета. Во-вторых, кобра явно не читала нужных книг. И, в-третьих, она испугалась нас не меньше, чем мы ее. Она плыла тихо, мирно по своим делам, нацелившись на симпатичный песчаный бережок, на котором торчали два гнилых пня. Внезапно, о ужас, пни превратились в людей. Если можно говорить о выражении лица змеи, то у этой кобры оно было чрезвычайно удивленным. Она круто затормозила, остановилась и несколько секунд смотрела на нас, высунувшись из воды почти на полметра. Я утешал себя тем, что смерть от укуса кобры, если верить книгам по герпетологии, не так уж мучительно. Однако змея отнюдь не собиралась тратить на нас драгоценный яд. Она повернулась кругом и полным ходом поплыла вверх по реке. В тридцати метрах от нас кобра выбралась на берег и ринулась в лес такой скоростью, словно за ней гнались по пятам. Ну вот, сказал я Крису. Теперь ты сам убедился, какая опасная тварь эта королевская кобра бросается на людей без малейшего повода. Что ты хочешь этим сказать, не понял Крис. Она же испугалась нас ничуть не меньше, чем мы ее. Вот именно. И тем не менее о королевских кобрах пишут, что они нападают ни с того ни с сего. Жаль, что здесь нет Джима, задумчиво произнес Крис. Вот было бы разговор на целый день. Когда Джим наконец вернулся с лодкой, мы прошли еще три-пять километров вверх по реке и высадились на берег, чтобы исследовать лес и проверить, не подойдет ли он для задуманных нами съемок. Не успели мы отшагать и двухсот метров, как на гребне холма справа от нас раздались дикие вопли. Эта какофония напоминала пение лодочников, но голоса были басистее и громче, и каждый крик заканчивался странной гулкой дробью, словно кто-то стучал пальцами по барабану. «Сяманг!» сказал лодочник, и глаза Криса загорели содержимостью. «Попробуем подойти поближе и снять несколько кадров», прошептал он. Мы осторожно начали подниматься на бугор, стараясь поменьше шуметь, но с громоздким грузом продвигаться бесшумно сквозь обильно уснащенные шипами и колючками заросли было невозможно. Впрочем, сиаманги были слишком увлечены своими вокальными упражнениями, чтобы обращать на нас внимание, ибо пение не прерывалось. Мы подходили все ближе к деревьям, на которых по нашему расчету сидели обезьяны, и уже приготовились увидеть певцов, когда голоса вдруг смолкли. И сразу в лесу стало так тихо, что на фоне этой тишины шум от нашего продвижения казался гулом идущих напролом танков. Внезапно лодочник остановился и указал вверх своим тесаком «Сиаманг!» говорил он с довольным видом. На макушке стройного дерева метрах двадцати пяти над нами устроилась пятерка сиамангов с поблескивающей на солнце угольно-черной шерстью. Взрослые самец и самка два юнца и детеныш. Лениво свесив длинные руки с тонкими кистями, они небрежно восседали на ветвях, и я обратил внимание, как любопытно они распределились. Самец сидел на толстом суку лицом к остальной четверке, которая примастилась на другом суку, метрах в четырех от него и чуть пониже. Можно было подумать, что он читает им небольшую лекцию, о древней сиамангской музыке, а чтобы мы не воображали, что незаметно подкрались к нему, он то и дело поглядывал на нас и поднимал брови. Точно его шокировал наш неряшливый вид. В конце концов, сиаманг смирился с мыслью, что аудитория пополнилась новыми слушателями и сосредоточил все внимание на своей семье. Глядя в бинокль, я увидел, как он уселся поудобнее, разинул рот и запел. Первые три-четыре крика были короткими отрывистыми. В это время с горлом гиббона происходило что-то удивительное. Оно все больше раздувалось по мере того, как он накачивал воздух в розовый, словно светящийся горловой мешок. Наконец, мешок достиг нужных размеров и началась настоящая песня. Интересно, что после каждого, если так можно сказать, куплета горловой мешок начинало подать, а следующий куплет снова накачивал его воздухом. Насколько я понимаю, именно эта громофонная труба издавала странную барабанную дробь в конце куплетов, когда из мешка вырывался воздух. После очередного куплета настала короткая пауза, во время которой семья, увлеченно слушавшая певца, продолжала пожирать его глазами, а затем самка и один из юнцов, иногда поддержанные самым маленьким, раздражались пронзительными отрывистыми криками, очевидно, своего рода аплодисментами. Во всяком случае, так их воспринимал самец, потому что он тут же опять принимался петь. Это длилось около четверти часа. Всякий раз, как он останавливался, семья поощряла его продолжать, и он все больше возбуждался. Не дать не взять исполнитель популярных песенок, который взвинчивает себя, чтобы последним заключительным номером уложить поклонников на повал. Сначала он своими длинными руками срывал листья с ближайших веток. Потом начал подпрыгивать на суку. Это вызвало настоящую овацию. Тогда он забегал взад-вперед, согнув руки в локтях и болтая кистями с присущим гиббоном милым кокетством. Чем окончательно привел семью в состояние экстаза. Финал был поистине великолепным. Певец лихо прыгнул в воздух, камнем пролетел метров десять, совершенно расслабив руки и ноги. И вдруг, когда уже казалось, что сейчас ему придет конец, небрежно вытянул длинную руку, поймал подвернувшуюся ветку и закачался на ней эдаким черным косматым маятником, изливая в песне всю душу. Встреча с этим прилежным и увлеченным хоровым коллективом доставила мне истинную радость. Сиаманги очень серьезно относились к своим музыкальным упражнениям и пели с наслаждением. Приятно сознавать, что в этом огромном заповедном лесу никогда не переведутся стаи гиббонов, весело поющих друг для друга в беседках из зеленой листвы. Глава восьмая Ясли для великана. Он прыгал и скакал, он ползал и барахтался, пока не упал без сил. Охота ворчуна. Киносъемки дело мудреное. И нет ничего удивительного в том, что через три дня после нашего отъезда из национального парка можно было увидеть, как я стою на верхней перекладине высокой стремянки. Крис и Джим лежат внизу на траве, а Джеки и некоторые другие лица выстроились в круг, словно игроки в крикет во время подачи. Причиной столь странных маневров было одно из самых любопытных животных, какие мне когда-либо доводилось встречать. Из Таман-Негара мы отправились в долгий путь до городка Дунгун на восточном побережье, где надеялись посмотреть на одну из крупнейших в мире рептилий, а по пути нам попалась другая рептилия, не столь крупная, но ничуть не менее интересная. Часть пути пролегала по лесистым холмам, и дорога состояла из сплошных крутых поворотов. В жизни не помню, чтобы мне приходилось столько петлять. Поворотов было такое количество, и они так часто следовали один за другим, что Джим, лежавший в кузове Лендровера, в конце концов попросил нас остановиться. Он возлежал среди снаряжения, словно какой-нибудь римский император, причем для вязчего скотства прижимал к груди большущий ананас, приобретенный нами в деревне, которую мы недавно проехали. Лицо Джима было цвета зеленого горошка, тревожный признак. «Что с тобой?» спросил Крис. «Меня укачало», робко произнес Джим. «О, Господи!» «И отчего тебя не укачивает?» «Я не виноват», обиженно возразил Джим. «Сплошные петли да повороты». «Только настрою желудок, как вы уже закладываете новый вираж». «В самом деле, давайте сделаем остановку», вмешалась Джеки, «заодно позавтракаем». Джим с тоской посмотрел на нее, «ты думаешь, мне до завтрака», осведомился он, «а я хочу есть», безжалостно ответила Джеки. Мы достали наши припасы и разместились на обочине. Пока мы ели, Джим упорно смотрел в другую сторону. Наевшись холодного мяса и закусив ананасом, мы прилегли отдохнуть. В это время я заметил среди деревьев поодаль двух необычного вида птиц. Я достал бинокль шел ближе, то обнаружил, что на макушках деревьев затеяла любовные игры пара вилохвостых дронго. Эти птицы величиной с черного дрозда, у них закругленные хохолки, а два наружных хвостовых пера сильно удлинены и заканчиваются расширенными опахалами, напоминающими ракетки, оперение снизу сине-зеленое с металлическим отливом, сверху черное с матовым блеском. Они бегали по ветвям, пританцовывая и выписывая хвостами замысловатые кривые. Они взлетали и пикировали друг на друга, и тогда опахалы на конце хвостовых перьев становились похожими на странных круглых жуков, летящих вдогонку за птицами. Время от времени дронга что-то кричали низкими хриплыми голосами. Тут мое внимание привлекла небольшая сероватая ящерица, которая сновала по стволу, слизывая длинным языком древесных муравьев, поднимавшихся цепочкой в свою зеленую обитель. Но ящерица показалась мне бесцветной и неинтересной, и я уже хотел перевести бинокль обратно на дронга. Когда эта маленькая рептилия выкинула такую штуку, что я, фигурально выражаясь, подскочил в воздух на несколько метров. Вдруг ни с того ни с сего на горле у него вырос какой-то треугольный белый лоскут, похожий на парус. Несколько секунд ящерица то выдвигала, то убирала этот воротничок, потом прыгнула в воздух, а когда начала падать, по бокам у нее раскрылись два широких, как у бабочки, крыла. Зафиксировав их в расправленном положении, ящерица легко пролетела около полусотни метров до следующего дерева. И тогда мне стало ясно, что это заурядная с виду зверюшка, от которой я готов был отвернуться, на самом деле была одной из самых замечательных рептилий на свете. Я давно мечтал увидеть эту ящерицу, известную под именем Драко Воланс, летучий дракон. И с первой минуты нашего пребывания в Малайи упорно всех о ней расспрашивал. Сведения, которые я получил, были довольно скупыми. Попадаются, говорили мне таким тоном, из которого явствовало, что можно прожить в Малайи полсотни лет и ни разу не встретить летучих драконов, и тут же переводили разговор на другую тему. И вот передо мной настоящий, живой, летучий дракон, которого я уже и не чаял увидеть. Я издал вопль, исполненный такой муки, что мои товарищи сорвались с места и бросились ко мне. Но прежде, чем они добежали, Драко Воланс снова взлетел и скрылся в лесу. — Что случилось? — спросила Джеки. Она явно решила, что меня укусила какая-нибудь опасная тварь. — Драко Воланс! — Драко Воланс! — бессвязно твердил я. Глаза моих спутников выражали изрядное недоумение. — А что такое Драко Воланс? — спросила Джеки. — Это такая летучая ящерица! — нетерпеливо ответил я. — Только что была здесь. Летала с дерева на дерево. Солнечный удар! — рассудительно произнес Джим. Я сразу смекнул, как только услышал его речь. Говорю вам, она была тут. Перелетела вон с того дерева на то. А когда вы побежали сюда, махнула в лес. — Ты приляг, отдохни, и все пройдет, сказал Джим. А я выжму тебе на лоб ананасового сока. Никакие мои слова не могли убедить их, ибо они тоже привыкли считать летучего дракона мифом. И мы поехали дальше. Причем всю дорогу я не давал им покоя, все твердило летучих ящериц. На ночь мы остановились в маленьком городке, где нас приютили честь им и хвала супруги Аллены, милейшие люди. После обмена любезностями мы вернулись к разговору о летучем драконе. Джеффри Аллен, кстати, превосходный фотограф, анималист, с легким недоумением слушал колкости, которыми мы обменивались. В конце концов, он не выдержал. Что это вы так расшумелись из-за какого-то летучего дракона? Не будь нашим хозяинам я бы его тут и нокаутировал. Но Джеффри нас приютил, и к тому же он налил мне особенно большую порцию виски, поэтому я сдержал свой порыв и постарался объяснить ему, что произошло. Увидеть летучего дракона давнишняя моя мечта. С первого же дня в Малайи я всех допрашиваю о летучих ящерицах, а толку не больше, чем если бы я попытался взять интервью в монастыре ордена молчальников. Вдруг по дороге сюда мне на глаза попадается такая ящерица, а эти недоумки, с которыми я принужден путешествовать, отказываются мне верить. Странно, почему они не верят, небрежно произнес Джеффри. У меня их полный сад. Как? Я не поверил своим ушам. В вашем саду? Ну да, подтвердил Джеффри. У меня их десятки, летают целыми днями. Это все тропики, серьезно молвил Джим, обращаясь к Крису. Стоит кому-нибудь здесь поселиться, рано или поздно сойдет с ума. Как, по-вашему, их можно снять? Спросил я Джеффри. А почему же нет? Ответил он. Правда, они очень подвижные, да вы завтра утром сами посмотрите и решите. На рассвете я потащил Джеки, Джима и Криса в сад и с радостью убедился, что Джеффри ни капельки не преувеличивал. Куда не повернусь? Всюду, будто бумажные голуби порхали с дерева на дерево летучие драконы. Джим пристегнул к себе камеру и попробовал снять их в полете, заставив нас колотить палками по стволам, чтобы ящерицы летели на него. После часа другого подобных упражнений мы взмокли. А Джим заснял около полуметра пленки и заверил на что лучших кадров пустого неба еще никому не удавалось получить. Это бесполезно, объявил он. Пока я ловлю этих тварей видеоискателем и навожу фокус, они уже успевают приземлиться. Боюсь, у нас ничего не выйдет. «Есть только один выход», сказал я. «Поймать ящерицу». «Ну что мы с ней будем делать?» спросил Крис. «А вот что» ответил я. «Поднимемся на второй этаж и выбросим ее из окна спальни, как только Джим скажет, что готов». Скептически молвил Крис. «Впрочем, ладно, рискнем». Вооружившись бамбуковыми шестами с петлей на конце, мы следующие два часа посвятили ловле летучих драконов. В результате удалось высмотреть и поймать двух ящериц поглупее, после чего мы отправились на веранду, чтобы выпить по вполне заслуженному стаканчику, прежде чем приступить к съемкам. Я воспользовался случаем и поближе изучил добычу. Белый горловой мешок дракона чем-то напоминал удлиненную ягоду клубники. Обычно он сложен и его не видно, но когда дракон хочет произвести впечатление, насколько я мог судить, самец вспоминал про это украшение, лишь когда кто-нибудь посягал на его территорию, он накачивает его воздухом и мешок то раздувается, то спадает с промежутком примерно в одну секунду, еще более необычны крылья. Ребра рептилии удлинены и на них, будто на спицах зонтика, держится перепонка. Когда крылья прижаты к бокам, опять-таки, будто сложный зонтик, их и не различишь настолько тонко кожа. Летучий дракон производил удивительное впечатление гостей из далекой-далекой древности. Глядя, как он, реагируя на прикосновение руки, то расправлял, то складывал крылья, нетрудно было представить себе, как эволюция превратила сходных ящериц в известных нам ныне птиц. Утолив жажду и слегка поостыв, мы начали подготовку к съемке. Чтобы получше запечатлеть на пленке полет и получить четкое изображение крыльев, надо было снять дракона с силуэтом на фоне неба. Поэтому Крис и Джим с камерами в руках легли на траву, а Джеки, Джеффри и его жена Бетти стали поодаль и приготовились схватить ящерицу, прежде чем она успеет улизнуть. Расставив по местам свою бригаду, я поднялся в спальню, извлек одну ящерицу из банки, в которую мы их заточили, и по сигналу распростертых на земле операторов швырнул ее в воздух. Дракон немедленно расправил крылья и спланировал на газон, где его ловко перехватил Джеффри. Однако операторы остались недовольны результатом. Пришлось снова подниматься на второй этаж и бросать ящерицу в окно. После двадцать пятого раза мне и ящерицам это занятие слегка сточертело. Я объявил перерыв, мы обсудили проблему за кружкой холодного пива. Вся беда заключалась в том, что когда я выбрасывал дракона из окна спальни, камеры успевали захватить лишь маленький кусочек неба с силуэтом ящерицы. Окно явно не подходило. А если взять стремянку, предложил Джеффри, ее можно поставить где угодно. Загоревшись, новая идея, мы отправились в кладовку и извлекли на свет божий две до крайности разболтанные трехметровые лестницы. Если за нами в этот день наблюдал какой-нибудь непосвященный человек, он вправе был принять просторный сад Джеффри за территорию местной психиатрической больницы. Мы с Крисом, пошатываясь, волокли неуклюжего деревянного жирафа. Впереди шастал Джим, который по минуту наложился на взничную траву, а сзади плелись Джеффри, Джеки и Бетти, которые несли необходимые предметы снаряжения и двух летучих драконов в банке из-под варенья. Наконец, когда мы завершили третий круг, Джим выбрал место, мы воздвигли стремянку и приступили к операции. Был уже полдень, и вся малая нагрелась до температуры, при которой тело человека плавится. Голый по пояс, напялив на голову огромную ветхую соломенную шляпу, одолженную мне Джеффри, я крепко сжал в одной руке летучего дракона и начал взбираться по лестнице. Стремянка скрипела, трещала и шаталась так, что я опасался за свое благополучие не меньше, чем какой-нибудь новичок, впервые огибающий мыс-горн на яхте. Удостоверившись, что перехватчики на местах, а Крис и Джим лежат на спине подле стремянки, я подбросил дракона в воздух. Мне не пришлось наблюдать его полет, потому что стремянка неодобрительно относилась к резким движениям. И мой великолепный бросок из-за головы заставил это хрупкое сооружение, угрожающе раскачиваться. Когда я, наконец, укротил его, то увидел, что Крис уже на ногах и довольно улыбается мне. Отлично, сказал он, но все-таки лучше несколько раз повторить для полной уверенности. Черт дернул меня вспомнить про этих летучих драконов. Под жгучим солнцем я почти до самого вечера качался на стремянке, словно какой-нибудь на редкость бездарный циркач. И время от времени подбрасывал ящериц в воздух. Наконец, Джим объявил, что доволен снятыми кадрами. Мы удалились с прохладной комнаты и приняли душ, предварительно выпустив на волю наших звезд. Они до того изнемогли от всей этой кутерьмы, что даже не стали спасаться бегством, а примастились на ближайшей ветке, сердито глядя на нас. Сообщаю для сведения, что весь эпизод, а удался он превосходно, на экране занял пятнадцать секунд, и что ни одна душа не похвалила нас за наше достижение. Надеюсь, все те, кто мечтает стать оператором-анималистом, хорошенько поразмыслит над этим отрезвляющим примером, прежде чем выбрать профессию. Тогда путешествуешь помала, и важно не впадать в отчаяние от множества переправ. В большинстве тропических стран реки и речки образуют не менее сложную и запутанную систему, чем кровеносные сосуды в теле человека, и чтобы добраться до места назначения, приходится пересекать до полусотни водных преград. Через мелкие вы проноситесь, очертя голову, лихо вспахивая мутную воду радиатором, через реки поглубже вас перетаскивают, если боги дождей милостивы к вам, но действительно широкие и могучие потоки, по виду которых кажется, что они состоят из густого тягучего хереса, можно преодолеть только на пароме. С паромами как с автобусами. В различных частях света это дело поставлено по-разному. Малайские паромы отличают то, что они всегда стоят у противоположного берега, когда вы подъезжаете к реке, и приходится ждать по меньшей мере полчаса, а то и больше. Иногда скучное ожидание скрашивалось тем, что рядом с дорогой простирались прелестные мангровые болота с деревьями, опирающимися на причудливо скрещивающиеся корни, погруженные в восхитительно липкий и зловонный ил. Кто только не обитал тут. Там, где море подходило совсем близко, и вода в болоте была солоноватая, водились ильные прыгуны, удивительные рыбы, голова которых так похожа на голову бегемота. Да и повадками ильный прыгун напоминает бегемота. Он также любит лежать у самой поверхности воды, выставив любопытствующие выпученные глаза. Но у ильных прыгунов есть свой особый талант, способный при первой встрече с ним посеять тревогу и смятение вашей душе, буди вы принадлежите к числу людей убежденных, что истинное место рыбы под водой. Этим рыбам очень нравится гладкая поверхность ила между корнями мангров. Выбравшись из воды, они носятся по илу будто по катку, порой даже взбираются на переплетение корней. Другой приметный житель этих благоуханных болот пестрый, как бабочка, краб-сигнальщик, обитающий в норках в иле. На берегах тропических рек всегда можно увидеть участки сырой почвы, где в огромных количествах скапливаются бабочки. Утоляя жажду, они то расправляют, то складывают свои крылышки, и ничем не приметный кусок берега внезапно вспыхивает настоящим фейерверком красок. В мангровых болотах аналогичную эстетическую функцию выполняют крабы-сигнальщики. Покинув свои норы, они тихонько продвигаются вперед, причем непрерывно машут огромной клешней, одним и тем же жестом приманивая самок и устрашая соперников. Время от времени сверкающий на солнце краб останавливается, чтобы сунуть в рот лакомый комочек ила, из которого он извлекает свое питание, мельчайшие водоросли. Это выглядит очень потешно, как если бы какой-нибудь гурман расположился в выгребной яме и трапезничал там, помогая себе палочками для еды. Да и вся картина в целом совершенно необычная. Подходишь к обширному участку лоснящегося ила, словно какие-то разноцветные блики, ныряют в многочисленные норки, которыми испищена темная гладь, присаживаешься на корточки и терпеливо ждешь. И вот уже показалась одна, вторая, третья. Клешня. Медленно и чрезвычайно осторожно крабы высовываются из своих убежищ и тут же останавливаются, чтобы удостовериться, что опасность миновала. Блестящие панцири напоминают алые, лиловые, зеленые и желтые огоньки. И пусть краб стоит неподвижно, проверяя, нет ли угрозы, его большая клешня все время подергивается взад и вперед, словно оттика. Если у вас хватит выдержки сидеть неподвижно, самые храбрые в конце концов отважатся отойти от норы. А когда они примутся за еду, то и более робкие, видя, что опасаться нечего, внезапно вынырнут на поверхность и на глазах у вас однообразная серая гладь разом преобразится в калейдоскопический пестрый персидский ковер. Причем сходство с калейдоскопом на этом не кончается. Если вам наскучил один узор, достаточно пошевельнуть рукой. И словно по волшебству перед вами опять ровная блестящая серая гладь. Крабы отступают в свои норки столь стремительно, что за ними просто не уследишь. Не ил, а волшебная дощечка из магазина игрушек с возникающими на ней красочными замысловатыми узорами, которые вы можете стереть одним движением руки. Удивительно. Но после шестой или седьмой переправы мои спутники совершенно перестали интересоваться как манящими крабами, так и ильными прыгунами. Они расхаживали взад-вперед по берегу и возмущались медлительностью паромщиков. Стремясь их умиротворить, я объяснял, что паромщики не спешат из осторожности, которая в этих местах вполне оправдана. Мое объяснение воспринималось легким недоверием. Пока я в подтверждении своих слов не рассказал, что дней десять-двенадцать назад огромный автобус, битком набитый бесшабашными малайцами, въехал на паром, а тот ни с того ни с сего опрокинулся и утопил больше половины пассажиров. Джим осведомился, почему бы нам не добираться до цели по суше. Только у пятнадцатой переправы нам встретились первые указания на то, что рептилия, ради которой мы отправились в такую даль, существуют на самом деле. Паром задержался несколько дольше обычного, и крабы на прилегающем болоте уже перестали нас развлекать. Но у дороги стоял домик, и я заметил, что в него то и дело заходят люди, которые тут же появляются вновь, держа в руках заманчивые на вид бутылки. И так как все мы остро нуждались в какой-нибудь освежающей влаге, я предложил Джеки исследовать этот феномен. Разумеется, я не рассчитывал найти в этой хижине чуть ли не шалаше, столь экзотический напиток, как пиво, но в полдень, после нескольких часов езды на колесах, меня вполне устроила бы и Кока-Кола. Мы вошли в домик, и представьте себе. Увидели ломящийся от всякой всячной полки, а также большой, уютно жужжащий холодильник с солидным запасом чудесного холодного пива. Пока нас обслуживали, я заметил на краю прилавка большую тарелку, в которой лежало нечто вроде огромных, потускневших от частого пользования мечей для игры в пинг-понг. Ты только посмотри, обратился я к Джеки. Что это такое? спросила она подозрительно. Это я взял в руки один шарик яйца Дермокелис Кориакея. Кого-кого? Того самого существа, из-за которого мы потратили столько времени, сил и денег, лишь бы посмотреть на него, ответил я. Это яйца кожистой черепахи. Кожистая черепаха не только одна из крупнейших, но и одна из интереснейших рептилий в мире. Она достигает трех метров в длину и весит около тонны. Дарл допускает ошибку. Вес наиболее крупных кожистых черепах не превышает 600 килограммов. Примечание редакции. В отличие от других представителей подкласса, обладающих твердым роговым щитком, ее спина покрыта кожей, но выступающие костные пластины кили посреди спины свидетельствуют о родстве кожистой черепахи с обычными черепахами. Сведения об этом мощном и довольно унылом создании весьма скудные. Питается кожистая черепаха рыбой и другими морскими жителями, а иногда и водорослями. Вероятно, некогда она была распространена гораздо шире, чем теперь. К тому времени, когда мы организовали свою экспедицию, было известно всего три места размножения кожистых черепах в Пуэрто-Рико, на Цейлоне и в Малайе, там, куда мы направлялись. На беду черепах откладываемые ими яйца очень вкусны, поэтому места размножения в Пуэрто-Рико и на Цейлоне подверглись непомерной эксплуатации и, в конце концов, черепахи ушли оттуда. Тайрик под Дунгоном оставался последним местом в мире, где можно было осмотреть ясли кожистой черепахи. Я стремился попасть туда по двум причинам. Во-первых, если вы не достережете кожистую черепаху, когда она выходит на берег откладывать яйца, вы можете ее вообще не увидеть. Во-вторых, государственные организации страны недавно ввели в действие весьма разумный способ охраны черепах, и мне хотелось убедиться, насколько он эффективен. Берег, о котором идет речь, представляет собой пляж километров на 8-10. Право на сбор черепашьих яиц принадлежало одному местному жителю и приносило ему изрядный доход, так как яйца эти считаются деликатесом. Увы, подобно большинству людей, концессионер думал только о прибыли. Ему было невдомек, что постепенно из года в год он изводит черепах, откладывающих золотые яйца. Тут-то и вмешалось правительство совместно с малайским обществом естествоиспытателей. было решено ежегодно закупать определенное количество гнезд по рыночной цене. Яйца собирали, выводили черепашат и выпускали на волю. Таким образом был соблюден обоюдный интерес. Спасена кожистая черепаха и обеспечена семья концессионера. На бумаге подобное решение выглядело чрезвычайно дельным и прогрессивным. Но я знал по горькому опыту, что самые замечательные постановления об охране животных на деле чаще всего терпят провал. Приободренные видом яиц мы поспешили завершить последний этап нашего путешествия и прибыли в маленький аккуратный город Дунгун. Из книг и статей мы знали, что для съемки понадобится освещение, так как черепахи выходят на берег только по ночам. Наладить освещение для съемок на пляже в 50-60 километрах от ближайшего источника электроэнергии довольно сложно. Но эту проблему для нас любезно разрешило Министерство сельского хозяйства, прислав в Дунгун электрика и переносной генератор. Электрик кругленький каратыш встретил нас и радушно улыбаясь сообщил, что забронировал номера в китайском отеле лучшем городе. Отель был чистенький и опрятный, правда, несколько спартанские обставленные. Нам с Джеки посчастливилось попасть в номер рядом с ванной. Я намеренно говорю посчастливилось, ибо это соседство позволило мне провести кое-какие научные исследования на тему о чистоплотности китайцев. Стена, отделявшая нашу комнату от ванны, сантиметров на пятнадцать не доходила до потолка, так что мы могли слышать каждое движение и с точностью до капли определить, сколько воды вытесняли из ванны купающейся. первые двое ограничились быстрым, но довольно основательным омовением, после чего удалились весело на свистовое, но третий был человеком другого склада. Он ворвался в ванную бегом, точно за ним гнались, захлопнул дверь и так энергично щелкнул задвижкой, что я испугался, как бы он ее не оторвал. Такого начала было достаточно, чтобы приковать мое внимание, и я продолжал слушать, словно завороженный, сидя на своей кровати. заперев дверь, он минут пять-шесть не мог отдышаться, будто ждал, что к нему вломится преследователь. Уж не спасается ли он от какой-нибудь малайской банды? А что если я пойду мыться и увижу его окровавленный труп на вешалке для полотенец? В конце концов, ему, очевидно, удалось победить страх, потому что дыхательные упражнения прекратились, и он принялся, насколько я мог судить, стягать ванну. Странные звуки доносились через перегородку в нашу комнату, и сбиваемая ванна гудела точно соборный колокол. Концерт затянулся. Я уже хотел постучать в стену и сказать, что это не лучший способ скрыть свое пребывание от преследующих головорезов, но тут музыка кончилась. Дальше, судя по звукам, он принялся драить пол сухой щеткой. Этого занятия ему тоже хватило надолго. Наконец, хорошенько отстегав ванну и надраив пол, он пустил воду. Некоторое время царила полная тишина, если не считать шума воды. Я представил себе, как он стоит, безмолвный, объятый страхом, глядя на наполняющуюся ванну. Через четверть часа я забеспокоился. Даже самая большая ванна не вместит такого количества воды. Я озабоченно посмотрел на пол возле стены, но не заметил никаких признаков просачивающейся влаги. Может, он утонул? Пустив воду, поскользнулся, упал, и теперь лежит в ванне лицом вниз. Пойти и постучаться? Моя тревога за его судьбу несколько умерилась, когда он неожиданно завернул краны, и опять-таки ничего не утверждая, только предполагаю, так как мог положиться лишь на свой слух, прыгнул в ванну с семиметровой высоты. Нужно было слышать этот гром и плеск. Завраженные мысленными видениями того, что происходило у нас за стеной, мы с Джеки сидели на краешке кровати, нервно глотая пиво и ожидая следующего откровения. Оно не заставило себя ждать. Человек-невидимка громко запыркал, словно водяной буйвол, наслаждающийся жизнью в особенно смачной луже, и начал выбрасывать в воздух каскады воды, которые гулко шлепались обратно в ванную. Я по сей день убежден, что он пользовался кастрюлей или еще каким-нибудь подручным средством, ибо человеческие ладони, даже самые широкие, не способны захватить столько воды. Когда он вошел в ванную, я просто так для интереса посмотрел на часы, и вот теперь, снова взглянув на них, обнаружил, что прошло полчаса, как он заперся. «Стрелки моих часов отмерили еще сорок пять минут, а он все продолжал фыркать, булькать и расплескивать воду. Господи, что он там такое творит?» сказала Джеки. «Наверное, это какой-нибудь особенно рослый китаец», предположил я. «Но ведь он не моется, а просто расплескивает воду». Прошло еще полчаса, шум не прекращался. «Не может он столько мыться», убежденно произнесла Джеки. «Но чем-то он занят», возразил я. «Если ты мне поможешь, мы пододвинем к стене вон тот комод. Я влезу на него и погляжу в щелку. Этого нельзя делать. Почему нельзя? Это же научное исследование. Я напишу для Ланцета статью, которая принесет мне богатство и славу. «Неприлично смотреть щелку на людей, когда они моются твердо», сказала Джеки. «Хочешь, я спою для него несколько стров из бурного океана», предложил я. «Нет», ответила Джеки. «Но я хотела бы знать, чем он занят». Не подозревая, какой зловещий интерес вызвала у нас его деятельность, китаец плескался и булькал, словно разбушевавшаяся русалка во хмелю. Потом вдруг воцарилась безмолвие. «Слава Богу», сказала Джеки. «Наконец-то кончил». «Или же выплеснул всю воду из ванны», добавил я. Долго тянулась жуткая тишина, прерываемая лишь глубокими вздохами. Внезапно мы даже подскочили от неожиданности, он пустил душ на полную мощность и снова принялся фыркать и булькать. «Нет, я больше не могу», не выдержал я. «Сейчас пододвину к стене комод и погляжу. Видит Бог, я и сам не прочь понежиться в ванной. Но ты обратила внимание, что он сидит там почти два часа?» Невзирая на протесты Джеки, я взялся за комод и уже заканчивал передвижку, когда к моей величайшей досаде китаец выключил душ, щелкнул задвижкой и с такой поспешностью покинул ванную, будь то угадал мои намерения. Я метнулся к двери и рванул ее, рассчитывая хоть одним глазком взглянуть на редкостного водолюба, но в коридоре было пусто. Это происшествие так на меня подействовало, что все остальные дни, пока мы жили в гостинице, я в перерывах между съемками стерег лестничную площадку, мечтая увидеть неуловимого поборника чистоты. Я даже придвинул к стене комод и водрузил на него стопку книг. Но единственным, кого мне удалось рассмотреть в щель под потолком, был моющийся под душем Крис. Зрелище до того непривлекательное, что на этом я прекратил эксперимент. В первый же день мы отвезли на черепаший пляж нашего кругленького электрика и генератор. Пляж находился довольно далеко от Дунгуна, по соседству с рыбачьей деревушкой, в которой жили сборщики яиц. Длинную полосу ослепительно белого песка окаймляли пальмы. Сборщики не применули нам сообщить, что до 7 часов черепах не будет, зато после 7 они могут появиться в любую минуту. Когда черепаха откладывает яйца, ее ничто не в состоянии отвлечь от этого занятия. Вы можете даже потрогать ее руками, пока она ползет через пляж и роет яму. Лучше не пугать ее, но она поспешит обратно в море тогда, и, поминая, как звали, отсюда следовало, что мы должны, как только обнаружим, черепаху подкрасться к месту, облюбованному ею для гнезда и тихонько наладить генератор, а когда начнется кладка яиц, включить свет и снимать. Но пляж был огромный. И заранее не угадаешь, где именно черепаха выйдет из воды, значит, будь готов к тому, чтобы тащить генератор легкой трусцой с полкилометра, а то и больше. Мы устроили пробный забег, чтобы проверить, как это у нас получится, и я сразу же решил, что слово «переносной» в приложении к этому генератору величайший эвфемизм, какой я когда-либо слышал. Во-первых, эта махина весила минимум тонну, и была снабжена двумя такими крохотными ручками, что за них не ухватиться. Добавьте к этому среднюю дневную температуру в Малайи и тот факт, что с каждым шагом нога по щиколотку уходила в песок, и вы поймете, почему мы очень скоро оказались на грани истерического припадка. Оставив деревню электрика с его дьявольским изобретением, мы поехали в Дунгун обедать, а в половине седьмого погрузились со всем своим снаряжением на лендровер и отправились на черепаший пляж. Был чудесный, теплый, безлунный вечер, идеальный с точки зрения черепах. Подъехав к деревне, мы увидели возле дороги прыгающих и возбужденно размахивающих руками старосту несколько сборщиков яиц и нашего электрика. Выяснилось, что в эту самую минуту в каких-нибудь трехстах метрах ползет по пляжу крупная самка. Невероятная удача! Покряхтовая под тяжестью камер и переносного генератора, мы затрусили следом за сборщиком, которому надлежала честь открытия. Тяжело дыша, все в поту и в песке, ибо каждый из нас шлепнулся не меньше раза, мы прибыли к месту, где трудилась черепаха. Я знал, что морские черепахи бывают очень большими, но никак не ожидал увидеть такую громадину. Казалось, на берегу лежит опрокинутая лодка, голова, как у крупной собаки. Огромные глазаки на звезды печально глядели в пространство из-под тяжелых век. Задними ластами, поразительно подвижными и похожими на руки она вырыла в песке яму свыше метра шириной и около полуметра глубиной. Затем аккуратно сложила ласты лопаткой и выгребала влажный песок, так что получилось чешевидное углубление для яиц. Вся эта процедура потребовала от черепахи столько усилий, что она совсем запыхалась. Время от времени она прерывала работу для отдыха, издавая при этом протяжный вздох со всхлипом, так что сердце обливалось кровью. Из глаз ее обильно текла слизь, которая смазывает глазное яблоко, предохраняя его от морской воды, и висящие под каждым глазом длинные струйки вкупе сострадальческими вздохами создавали впечатление, что душа черепахи объята чувством безысходного горя. Очень любопытно выглядел панцирь. Цветом и формой он напоминал хорошо смазанное седло, только цепочка маленьких пирамидальных костных выступов в центре нарушала иллюзию. Черепаха трудилась около получаса, затем, очевидно, довольная достигнутым, несколько изменила положение тела, так что ее хвост и задняя часть тела оказались над ямой. Внезапно, без всяких видимых усилий, она начала кладку. Прямо в гнездо упало первое яйцо, белое, поблескивающее в свете ламп, точно огромная жемчужина. После небольшой паузы последовала сразу целая очередь, яйца сыпались, будто здоровенные градины. Большинство было размером с бильярдный шар, но попадались и поменьше, с мячик для игры в пинг-понг, даже с маленький шарик. Не знаю, вылупляется ли что-нибудь из недомерков. Во всяком случае, из 90 с лишним яиц мы насчитали штук 10-15 деформированных. После кладки черепаха принялась засыпать гнездо песком, работая преимущественно задними ластами и время от времени делая перерывы, чтобы получше утрамбовать песок. Хорошенько засыпав яйца, она пустила в ход передние ласты. Движениями, напоминающими ход косы, черепаха своими широкими веслами загребала песок и бросала за спину, где его утаптывали задние ласты. Когда вся яма была заполнена, черепаха накрыла ее своим могучим телом, чтобы окончательно утрамбовать песок. Потом подвинулась примерно на метр вперед и начала, как попало, швырять песок назад передними ластами. Я поначалу не понял смысла этого маневра, но потом сообразил, что черепаха попросту маскирует гнездо. Ровная гладкая площадка сразу бросилась бы в глаза, а слой беспорядочно насыпанного песка делал гнездо неотличимым от окружения. Удостоверившись, что все следы уничтожены, черепаха поволокла свое огромное трехметровое тело к воде. Это был трудный и долгий процесс. Она ползла около получаса, делая большие перерывы для отдыха, во время которых вздыхала, зевала и выдувала пузыри, и длинные стройки слизи под ее глазами все больше обрастали песчинками. Наконец она достигла воды, и набежавшая волна умыла ее. Несколько минут черепаха лежала, наслаждаясь прикосновением воды, потом заскользила дальше по влажному песку. Волны накатывались на нее и вдруг оторвали от песка. Тотчас она из тяжелого увольня превратилась в ловкое и быстрое существо, легла на бок, не без яхидства, помахала нам одним ластом на прощание и проворно удалилась. За первой черепахой последовали другие, и около полуночи, сняв нужные нам кадры, мы возвратились в Дунгун, усталые, но счастливые. На следующее утро мы вновь приехали на пляж, теперь нам хотелось посмотреть и снять, что делается для спасения кожистой черепахи. Речь шла о недавно разработанных мерах, которые впервые испытали в предыдущем сезоне. Руководил операцией сотрудник Министерства рыбного хозяйства, он же был нашим гидом. Как я уже говорил, у консессионера выкупали по рыночной цене гнезда, затем их осторожно раскапывали и переносили яйца на другой огороженный участок пляжа. Здесь выкапывали новую ямку положенных размеров, клали в нее яйца и тщательно засыпали их песком, стараясь возможно точнее воспроизвести настоящее гнездо. Возле каждого гнезда ставили маленький деревянный крест, на котором записывали дату кладки, количество яиц, а потом и количество вылупившихся черепашат. С этими крестиками, выстроившимися правильными рядами, огороженный участок напоминал военное кладбище лилипутов. В первый год было выкопано 95 гнезд, что отвечало примерно 8000 яиц, и из них вылупилось больше 3000 черепашат. Обычно детеныши, вылупившись, выбираются на поверхности и со всех ног бегут через пляж к морю. В силу какой-то загадочной телепатии большинство морских хищников, таких как акулы и барракуды, угадывают, где можно ожидать появления вкусных черепашат. Они выстраиваются вдоль мелководья, и детенышам надо одолеть этот кровожадный барьер. Многие гибнут. А если еще учесть рвение сборщиков яиц, то будущее кожистой черепахи выглядит довольно мрачно. Чтобы можно было обойти ненасытных акул и барракуд, каждую могилку своевременно окружают проволочной сеткой. Теперь детеныши, вылупившись, никуда не уйдут. Их собирают ведра и тазы и вывозят на катере министерства на 3-5 километров моря, где выпускают, рассеивая, на большой площади. Так у них гораздо больше шансов вышить. Только что вылупившиеся черепашаты не похожи на своих могучих родителей. Они около 10 сантиметров в длину и выглядят очень мило в своем ярком зелено-желтом наряде в мелкую полоску. Никто не знает, какой срок нужен этим полосатым малышам, чтобы достигнуть зрелости, но полагают, что проходят от 20 до 30 лет, прежде чем они возвращаются на родной пляж, чтобы вырыть ямы уже для своего потомства. Пока что меры, принятые малайцами, приносят большой успех. И я надеюсь, что так будет и впредь. Что просторный белый пляж у Рантау всегда будет служить надежными яслями для этих исполинов моря. Подведем итог. Незаметно и тихо он сгинул, ведь ворчун был на деле мычун, охота ворчуна. Вот и завершилось наше путешествие, во время которого мы проехали по трем странам свыше 70 тысяч километров и познакомились с десятками интереснейших животных. Чувствую, однако, что сделав упор на них за счет всего остального, я создал однобокое и чересчур радужное представление об охране животных, постараюсь исправить свою ошибку. Прежде всего, что такое охрана животных? Не только спасение от гибели таких видов, как такахи, сумчатая белка или кожистая черепаха, это важное дело, но оно составляет лишь часть проблемы. Бессмысленно охранять тот или иной вид, если при этом не сохраняют его среду обитания. уничтожьте или хотя бы измените эту среду, и вид погибнет так же неизбежно, как если бы вы устроили поголовный отстрел. Охрана животных означает, что надо сохранять леса и луга, озера и реки, даже море. Это необходимо не только для спасения фауны, но и для будущего самого человека, обстоятельства, которого многие люди явно не учитывают. Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, но беда в том, что мы некудышные садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить простейшие правила садоводства. С пренебрежением относясь к нашему саду, мы готовим себе в не очень далеком будущем мировую катастрофу не хуже атомной войны. Причем делаем это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта. Из года в год повсеместно мы создаем полевые пустыни и поощряем эрозию, сводя леса и подвергая луга чересчур интенсивному выпасу, загрязняем промышленными отходами одно из наших главных достояний воду, плодимся словно крысы и еще удивляемся, почему не хватает пищи на всех. Мы настолько оторвались от природы, что возомнили себя богами. Такое воззрение никогда не приносило добра. Средний человек эгоистично относится к миру, в котором живет. Когда я показываю посетителям моих питомцев, один из первых вопросов, если животное не наделено располагающей внешностью, которое они задают, неизменно гласит, а какая от него польза? При этом они подразумевают, какая польза им от этого животного. На такой вопрос можно ответить только вопросом, а какая польза от Акрополя? Разве животное непременно должно приносить человеку утилитарную пользу, чтобы за ним признавали право на существование? Вообще, спрашивая, какая от него польза, вы требуете, чтобы животное доказало свое право на жизнь, хотя сами еще не оправдали своего существования? Знакомясь с охраной животных в Новой Зеландии, Австралии и Малайи, я видел одну и ту же знакомую удручающую картину. Малочисленные отряды, преданных своему делу, плохо оплачиваемых и перегруженных работой людей сражаются против равнодушия общественности и софистики политиков и промышленных воротил. Вообще говоря, люди безучастны только потому, что не отдают себе отчета в размахе бедствия. Опаснее всего апатии политических деятелей, ибо речь идет о вопросах, которые можно решить лишь на высшем уровне. Большинство политиков не станут рисковать своей карьерой ради животных. Во-первых, они считают, что дело того не стоит. Во-вторых, они смотрят на борцов за охрану животных с таким же пренебрежением, как на какую-нибудь старую деву, причитающую над любимым мопсиком. В Новой Зеландии никто-нибудь а министр, член правительства, заявил мне, что никакой беды не случится, альбатросы покинут свое гнездовье. Дескать, остров, где они обосновались, лежит так далеко, что люди, интересующиеся альбатросами, все равно туда не доберутся. Так стоит ли беспокоиться? Я ответил, что в Европе есть немало картин и скульптур, которые мне вряд ли доведется увидеть, однако я не стану на этом основании предлагать, чтобы их уничтожили. Если государственные деятели рассуждают так, на что надеяться борцам за охрану животных? Кто-нибудь скажет самоуспокойно, но ведь есть большие национальные парки, там дикие животные в полной безопасности. Мало кто осознает, что большинство национальных парков отнюдь не являются неприкосновенными. Стоит обнаружить на их территориях золото или олово, или алмазы, как государство сразу разрешит производить горные работы. И что останется тогда от заповедника? Это не ложная тревога. Такие вещи случаются. Как раз сейчас, когда я пишу эти строки, в Новой Зеландии собираются заложить рудники на острове, который считается одним из важнейших заповедников в стране, последним убежищем уникальных видов птиц. Есть много мест, где животный мир чисто бумажная защита, не осуществляемая на деле, по той простой причине, что либо из-за равнодушия, либо из-за отсутствия средств не создан аппарат для притворения запрета в жизнь. А это все равно, что говорить. Не смейте убивать соседа. Если же вы это сделаете, мы не сможем вам помешать, потому что у нас нет полиции. В последнее время люди постепенно начинают осознавать, как важно охранять диких животных и их среду обитания. Поздновато спохватились. Ведь многих видов их перечень составляет два пухлых тома уже нет. А в целом ряде случаев численность вида сведена до такого минимума, что нужны поистине героические усилия, чтобы спасти его. Всю жизнь меня чрезвычайно заботит эта проблема. По-моему, во многих случаях, если принять надлежащие меры, можно сохранить животное в его природной среде. Но часто это оказывается невозможным, во всяком случае пока. Убедительным примером может служить бескрылый пастушок острова Inaccessible в архипелаге Тристан-де-Кунья. Эта крохотная птица обитает только на названном острове, вся площадь которого около 10 квадратных километров. Ее нет больше нигде в мире. Формально она строго охраняется, и это превосходно. Но один мой друг-орнитолог, служащий на флоте, заходил со своим эсминцем на Тристан-де-Кунья, и среди различных сувениров, предложенных местными жителями морякам, он увидел неряшливо сделанные чучело бескрылых пастушков. Если учесть, что вся популяция этих птиц исчисляется несколькими сотнями, остров больше просто не прокормит. Представляете себе, какой ущерб приносит такая расправа? На островах Тристан-де-Кунья нет никаких инспекторов, которые охраняли бы бескрылого пастушка. Да их там и держать непрактично. Между тем, стоит случайно завести на этот клочок суши крыс или свиней или кошек, или кого-нибудь из приспешников человека, и бескрылый пастушок может исчезнуть в несколько недель или месяцев, как исчез дронт. Вот вам проблема. Как спасти такого пастушка? Допустим, остров объявит заповедником, но крысы, свиньи и кошки могут об этом и не узнать, и если не будет наблюдения, а на это нужны деньги, никто не поручится, что заповедник не окажется еще одним бумажным мероприятием. Нет, чтобы спасти пастушка, ему нужно предоставить надежное убежище в таком месте, где он сможет жить и плодиться, не опасаясь четвероногих и двуногих хищников. Случай с бескрылым пастушком не единственный. В мире насчитываются тысячи видов, которым грозит та же участь. В одном месте уничтожается среда, в другом месте люди истребляют само животное, столь безжалостно, что воспроизведение не покрывает убыль, а то и просто в стране, где обитают такие виды, никогда не слышали об охране животных, и людям на это наплевать. Было время, когда в ответ на предложение отлавливать представителей вымирающих видов и разводить их в неволе, на вас обрушивались доброжелательные и не очень далекие защитники животных из числа тех, кто простодушно полагает, будто звери на волю ведут идиллическое существование. Однако постепенно даже эти люди уразумели, что подчас нет другого способа спасти вид. За последние сто лет было много убедительных примеров. Скажем, олень Давида водился только в садах при императорском дворце в Пекине. Ценой немалых трудностей, ибо бамбуковый занавес в ту пору был даже толще, чем в наши дни, удалось доставить несколько экземпляров этого замечательного оленя в Европу. И очень кстати, потому что во время боксерского восстания стадо в садах императорского дворца погибло. С большим трудом покойный герцог Бетфордский собрал немногие экземпляры, разбросанные по зоопаркам Европы, и создал небольшое стадо в Вобернском аббатстве. Понемногу оно росло и теперь насчитывает около четырехсот голов. Пары для развода разосланы в большинство крупнейших зоопарков мира, а недавно одну пару отправили даже на родину, в Китай. Можно рассказать о таком же успехе с зубром, гавайской казаркой, с североамериканским бизоном и многими другими животными. Наиболее свежий и яркий пример белый орикс. За ним гонялись на автомобилях вооруженные пулеметами, на него охотились даже хороший спорт с самолетов, и в конце концов численность этих великолепных животных сократилась настолько, что стало ясно орикс обречен. Никаких законов, которые охраняли бы его не было, и охотников ничуть не волновала угроза полного истребления орикса. Тогда из числа уцелевших отловили несколько экземпляров и переправили по морю в Америку, где они теперь успешно размножаются. Когда-нибудь, если на их родине изменится отношение к охране животных, можно будет привезти несколько пар для развода и снова заселить те места, на которых орикса извели. Рассуждая о судьбе вида, люди всегда неверно толкуют цифры. Ну, их много, говорят обычно, увидев полторы сотни представителей какого-нибудь вида, причем говорящему недомек, что, быть может, эти полторы сотни последние. Даже самый многочисленный вид можно очень быстро истребить. Пример тому, странствующий голубь, которого в Северной Америке было столько, что, пожалуй, нигде на свете не знали таких скоплений птиц. По скромным подсчетам, некоторые стаи насчитывали 2 миллиарда 230 миллионов 272 тысячи голубей. Когда они устраивались на деревьях на ночлег, под их тяжестью обламывались сучьи. Тут было известное основание сказать, их много, и так как их было много, начался беспардонный отстрел. Собирали яйца, убивали птенцов, потому что их было много. Последний странствующий голубь умер в безбрачии в Цинцинатском зоопарке в 1914 году. Если бы кому-нибудь пришло в голову взять 4-5 представителей этого плодовитого вида и разводить их в неволе, странствующий голубь мог бы уцелеть, а затем когда в Северной Америке изменилось отношение к охране животных, можно было бы вернуть его домой. Борцы за охрану животных и зоопарки совсем недавно осознали эти простые вещи. Теперь большинство зоопарков понимают, что их задача не только служить местом развлечения и познания, но и держать и разводить вымирающие виды. Зоопарки должны стать своего рода резерватом, который предотвратит истребление сотен видов животных. В 1959 году именно для такой цели я учредил зоопарк на острове Джерси, Нормандские острова. Как только зоопарк твердо стал на ноги, я преобразовал его в джерсийский трест охраны животных. Задача треста очень проста. Во-первых, попытаться создать плодовитый резерв видов, которые в местах обитания не охраняются вовсе или охраняются только на бумаге и тем самым спасти их от полного уничтожения. Больше того, мы надеемся когда-нибудь вернуть на родину пары для развода. Во-вторых, внушить людям насколько необходима охрана животных, разумная охрана, основанная на том, что нам известно об устройстве нашего мира и учитывающая нужды человечества. У нас маленькая коллекция, зато наш зоопарк первый в мире всецело занятый охраной вымирающих животных для создания резерва. И так как у нас маленькая коллекция, нам нужна ваша помощь. Если вам понравилась эта книга, если вы с удовольствием читали другие мои книги, вам не нужно объяснять, что вы обязаны этим удовольствием животным. Теперь я прошу вас помочь мне спасти некоторых из этих животных. Быть может, вы никогда в жизни не увидите тех, кого будете выручать из беды, но разве это так важно? Вы ведь не чувствуете себя обманутым, не видя тех, кому помогают ваши взносы, когда происходит сбор средств в какой-нибудь фонд. В отличие от нас, животные не властны над своим будущим. Они не могут добиваться автономии, у них нет членов парламента, которых они могли бы засыпать жалобами. Они не могут даже заставить свои профсоюзы объявить забастовку и потребовать лучших условий. Их будущее, само их существование в наших руках. Джерсийский трест охраны животных приготовил множество умирающих видов убежища, где они смогут жить и размножаться, не опасаясь врагов, будь то люди или звери. А в дальнейшем, когда позволят условия, мы надеемся вернуть их вместе с их потомством в исконные места обитания. Можно сказать, что мы создали своего рода стационарный ноев ковчег. Работа эта не терпит проволочки. Есть много животных, которым ваша помощь необходима сейчас, через десять, даже через пять лет будет поздно. Они исчезнут с лица земли. Вступив в наш трест, вы сделаете для них огромное дело. Так что отложите эту книгу и напишите мне. Возможно, с вашей помощью удастся спасти десятки видов. Послесловие. Едва ли в нашей стране найдется человек, который не читал книг Джеральда Даррела или хотя бы не слышал о нем. Первая его книга «Перегруженный ковчег» была переведена на русский язык в 1958 году. И с тех пор советский читатель имел возможность познакомиться почти с двадцатью книгами этого автора, неоднократно переиздававшимися и переведенными на некоторые языки народов СССР, Более того, в 1984 и 1985 годах Джеральд Даррел приезжал в Советский Союз, выступал по центральному телевидению. Он пользуется огромной популярностью в нашей стране и число его поклонников неуклонно растет. Им не безинтересно будет поближе познакомиться с жизнью и взглядами этого замечательного человека и прекрасного писателя. Джеральд Даррел родился в 1925 году в городе Джамшетпуре в Индии. В 1928 году семья его вернулась в Англию, затем в 1933 году перебралась на континент, а в 1935 году обосновалась на острове Корфу. Здесь-то и зародилась у Джеральда тогда десятилетнего подростка любовь к животным. Он наводнял дом своими четвероногими пернатыми питомцами, вступая в бесконечные конфликты с ближайшими родственниками, протестовавшими против соседства жаб, змей, крыс и ворон. Джеральд понял, что большинство людей не умеют видеть животное, понял, что этому надо учить, и он понял также, что научить этому можно. Нужно только найти соответствующие слова. Джеральд Даррел нашел такие слова. Он научился ладить с людьми, научился заражать их своим энтузиазмом, и именно тогда сложилось мировоззрение Даррела, мировоззрение, которое он последовательно проповедовал во всех своих книгах. В двух словах это мировоззрение можно выразить так «все живое прекрасно». В мире нет животных изгоев. Они все имеют право на жизнь. Преследовать их, уничтожать преступно. По окончании колледжа Джеральд Даррел поступает на работу в зоопарк Упснейт. Однако работа в зоопарке старого типа его не радовала. Он мечтал увидеть животных в их родной стихии, на свободе. И вот в 1947 году начинается новый этап в жизни Даррела. Ему предложено организовать экспедицию в Западную Африку, в Камерун. Официальная цель экспедиции отлов диких, преимущественно редких животных для зоопарков. Однако для самого Даррела экспедиция была в известном смысле лишь предлогом. Главное он видел в том, чтобы познакомиться поближе с богатейшим животным миром тропической Африки, своими глазами увидеть зверей и птиц этой удивительной страны. Результаты экспедиции превзошли самые пылкие ожидания. Поездка в Западную Африку произвела на Даррела такое сильное впечатление, что по возвращении в Европу он ощущает потребность рассказать о ней. Так появилась его первая литературная проба, небольшая книга «Перегруженный ковчег». Книга имела колоссальный успех и была распродана буквально в несколько дней. Она сразу и бесповоротно сделала молодого безвестного зоолога всеобщим любимцем, знаменитостью, показала, что в нем заложен незаурядный талант писателя. Можно сказать, что уже в ней Джеральд Даррел создал свой собственный стиль, совершенно законченный и необычайно привлекательный. Во всяком случае была сделана серьезная заявка на рождение нового писателя. Поездка в Камерун не оказалась единственной. В 1948 году Даррел совершает вторую экспедицию в Африку, затем едет в британскую Гвиану, потом в Парагвай, Аргентину, снова в Африку. И с каждой поездки, помимо коллекции живых животных, Даррел привозит массу новых впечатлений. И эти впечатления не остаются мертвым капиталом. За перегруженным ковчегом появляются гончие бафута, потом под пологом пьяного леса, земля шорохов, зоопарк в моем багаже, мои встречи с животными. И с каждой новой книгой все больше и больше растет популярность Джеральда Даррелла. Роль охотника за живыми животными на первых порах полностью устраивала Даррелла. Однако ее отравляла ложка дегтя. После экспедиции с животными приходилось неизбежно расставаться. Это было так тяжело, так несправедливо. Выход был один — основать свой собственный зоопарк. После долгих поисков, неудач и огорчений Дарреллу удается арендовать небольшой участок земли на острове Джерси и разместить на нем первые клетки и вольеры. Так родился новый зоопарк. Отныне Даррелл ловил зверей для себя. Создавая зоопарк, Даррелл не только стремился избавиться от необходимости расставания с полюбившимися ему животными, были у него и другие цели. Поэтому Джерсийский зоопарк был непростым. Дело в том, что в это время Даррелл начинает все больше внимания уделять судьбе животных, их будущему, которая к середине двадцатого столетия окрасилась в самые мрачные тона. Многие животные оказались на грани гибели, полного уничтожения. Вместе с тем спасение таких животных оказалось совсем непростым делом. В самом общем плане стратегия сохранения всего многообразия животного мира, населяющего нашу планету, состоит из четырех основных элементов международной и национальной законодательной охраны, создания особо охраняемых территорий, заповедников, резерватов, заказников, организации специальных питомников редких видов животных для сохранения генофонда, эффективной массовой пропаганды идей ответственности человека за целостность животного мира. Даррел энергично, хотя на первых порах почти интуитивно, включился в работу по этим направлениям. После создания джерсийского зоопарка деятельность Даррела резко расширяется. Он мечтает превратить зоопарк в особый центр по разведению редких видов животных. Даррел был одним из первых, кто безусловно поверил в необходимость таких центров, кто предпринял попытку воплотить теорию в практике, кто главной задачей своего зоопарка считал создание размножающегося резерва животных, относящихся к редким и исчезающим видам, иными словами, того, что мы сейчас называем генетическим фондом. Ведь если вид в природных условиях исчезнет, а эту возможность, к сожалению, полностью исключить нельзя, восстановить его без такого генетического фонда уже невозможно. Это очень важное положение. И уместно подчеркнуть, что Советский Союз стал первым в мире государством, которое закрепило его законодательно. В соответствии с законом СССР об охране и использовании животного мира, создание таких питомников для сохранения генетического фонда вменено в прямую обязанность государственных органов по охране животного мира. У нас уже есть питомники редких видов журавлей, дров, хищных птиц, некоторых млекопитающих, в частности джейрана, зубра, горала. И во время своего путешествия по Советскому Союзу Даррелл проявил к ним особое внимание и высоко оценил работу советских ученых. К числу таких центров разведения редких видов, пользующихся мировой известностью, относится сейчас и Джерсийский зоопарк, где получено потомство от белых ушастых фазанов и других исчезающих животных. Кстати, именно в Джерсийском зоопарке проходило в 1972 году первое международное совещание по разведению редких видов неволи и открывал его никто иной, как Джеральд Даррелл. Однако с самого начала Даррелл прекрасно понимал, что только созданием центров разведения редких видов судьбу животных не изменить. Земля принадлежит людям и очень важно, может быть, важнее всего, пробудить в людях чувство ответственности за животный мир планеты. А чувство ответственности рождается из любви, из знания. Собственно говоря, все книги Джеральда Даррела посвящены этой задаче – заставить человека по-новому взглянуть на природу, на существа, населяющие нашу планету, заставить его полюбить эти существа и кое-чем поступиться ради их спасения, ради того, чтобы сохранить Землю во всей ее красоте и богатстве. Даррелл не ограничивается книгами. Он выступает по телевидению, читает доклады о животных по радио, снимает о них фильмы. Любой ценой, любыми средствами разбить стену равнодушия. В 1962 году Даррелл совершает поездку в Новую Зеландию, Австралию и Малайю, знакомится с охраной природы этих стран. Почти везде он видит неприглядную картину, жадность и равнодушие превращают в пустыню цветущие уголки. И снова Даррелл бросается в бой. Он пишет чудесную книгу «Путь кенгуренка». Показывает серию телепередач, в которых знакомит зрителей с повадками, привычками, образом жизни животных и одновременно убеждает, просит «Смотрите, как они хороши! Как много мы потеряем нужного, необходимого нам самим, если животные исчезнут? Какое преступление совершим, если не убережем их от гибели? И как, в сущности, немного нужно, чтобы помочь?» Но одной пропаганды, как бы убедительно и эффективно она не была, для сохранения животных мало. Им ведь нужно пространство, чтобы жить. Причем такое пространство, такая земля, где бы люди не вмешивались в природные процессы, где животные были бы под полной и абсолютной охраной. Решение этой задачи прежде всего в укреплении системы специально охраняемых территорий, в расширении и сохранении этих последних островков спасения. Во время посещения Советского Союза Даррел особенно пристально и придирчиво знакомился с нашими заповедниками. Он побывал в Таймырском заповеднике, в Тундрах Заполярье, в Бургузинском на Байкале, в Астраханском в Дельте Волге, в Дарвинском на Рыбинском водохранилище, в Чаткальском в горах Средней Азии, в Кавказском и других заповедниках. И без преувеличения пришел восторг и от природы нашей страны, и от тех усилий, которые в Советский Союз прилагает к сохранению природы, и от людей, работающих в заповедниках. Нужно сказать, что везде Даррел был встречен как дорогой и давно желанный гость, как близкий, родной человек, и причина тому прежде всего его книги. В последние годы почти в каждой стране создана сеть национальных парков, заповедников, резерватов, заказников, охватывающих сотни тысяч квадратных километров. Так разве этого мало для сохранения животных? Есть ли повод для беспокойства? Да, отвечает Даррел, есть. Национальные парки и заповедники это хорошо. Но стоит на их территории оказаться месторождению нефти, золота или, не дай бог, урана, и едва ли статус национального парка окажется достаточным препятствием для дельцов. Поэтому, пока каждый человек, будь то частное лицо или государственный деятель, не поймет всей важности проблемы охраны животных, никаких гарантий нет и быть не может. Все творчество Даррела, вся его работа направлена на то, чтобы подготовить почву для таких гарантий. Несколько слов хочется сказать о Джеральде Дарреле как о писателе. Человек двадцатого века устал от сутолоки больших городов, от шума, от техники и прессы, от вечной спешки и нервного перенапряжения. Поэтому книги о природе, о животных, о поездках в экзотические страны пользуются сейчас огромным спросом. А спрос рождает предложение, и множество писателей осваивает этот новый жанр, но удары на нет соперников. Его книги ожидаются с нетерпением и расходятся с молниеносной быстротой. В чем причина такого успеха? Мне кажется, прежде всего в обаянии самого Даррела, в его доброте, в его милом характере. Но это дух книг, а кроме него есть мастерство писателя, способность необыкновенно тонко видеть основную сущность природы незнакомой страны, подмечать наиболее характерные ее черты наряду с умением находить удивительно верные, удивительно новые, нестандартные, подчас совершенно неожиданные средства передачи своих впечатлений и переживаний делают повествование Даррела легким, живым и поразительно объемным. У него счастливым образом сочетаются умения видеть и умения рассказать. А ведь в этом-то и проявляется настоящий талант. Главные герои всех книг Джеральда Даррела — животные. Звери, птицы, змеи, жабы. Среди них нет некрасивых. И поэтому для каждого из своих питомцев он находит теплые слова. Именно поэтому образы животных так сугубо индивидуальны и так до слез трогательны. Они запоминаются так, будто ты сам их видел, сам заботился о них, сам любил. Среди современных писателей я положительно затрудняюсь назвать другого такого мастера звериного портрета. Нельзя не отметить еще одну особенность творчества Даррела — его неподражаемый юмор. Юмор Даррела — настоящий английский юмор, доброжелательный, спокойный, но тонкий и вездесущий. Юмор не как самоцель, а как жизненная философия, как способ подчеркнуть что-либо наиболее типичное или наиболее важное, как средство борьбы с трудностями. Юмористическое восприятие всего, что не касается трагической судьбы животных, составляет одну из самых привлекательных черт характера Даррела. Книги Джеральда Даррела имеют огромную познавательную ценность. Как бы мимоходом из-под воль он ухитряется рассказать о жизни животного так много, что профессиональному зоологу почти нечего добавить. И все эти сведения абсолютно достоверны, далеки от претензий на сенсационность, что, увы, находишь сплошь и рядом в книгах подобного рода. Тому, что пишет Даррел, можно верить без всяких оговорок и скидок. Каков же Джеральд Даррел сегодня? Мне выпало счастье сопровождать его в поездке в Астраханский заповедник, а затем по степям Калмыкии в поисках стад сайгаков. И все время я не переставал восхищаться его неутомимой любознательностью, живым интересом к нашей природе и людям. Немолодой, как-никак седьмой десяток пошел, и тяжело больной человек, он безропотно перенес длительное и нелегкое путешествие по пыльным степным дорогам и после многих часов езды находил в себе силы постоянно вести дневник, куда записывал все впечатления. Он очень прост в общении, от него веет мудростью и доброжелательством. И неудивительно, что везде он встречал самый восторженный прием. Куда бы Даррел не приезжал, его немедленно окружали люди с просьбой подписывать свои книги вышедшие на русском языке. И он никому и никогда не отказал. Я думаю, что за время путешествия по Советскому Союзу он оставил несколько тысяч автографов. Международная общественность высоко оценила заслуги Даррела в области охраны животных. В 1983 году Всемирный фонд охраны природы присвоил ему звание командора ордена Золотой ковчег. Это исключительно почетная награда, свидетельствующая о международном признании. Нет никакого сомнения в том, что Джеральд Даррелл ее действительно заслужил. Перегруженный ковчег, как я уже говорил, первое произведение Даррела. Гончий Бафута как бы продолжение рассказа второй поездки в Западную Африку, в Камерун. Много лет прошло с тех пор, как Джеральд Даррелл странствовал по тропическому лесу и травянистым равнинам Камеруна. Много свершилось событий. Камерун обрел долгожданную свободу в стране строить новую жизнь сыновья тех, кто сопровождал Даррела во время странствий, но также прекрасно остались девственные леса. И все так же звенит в них по ночам хор насекомых и древесных лягушек, а лемуры Галаго неторопливо перебираются с ветки на ветку. Молодая республика много внимания уделяет вопросам охраны природы, охраны животных и в том, что находятся для этого желания и средства, есть доля заслуги Джеральда Даррела. «Три билета до Эдвенчер» — одна из ранних книг Джеральда Даррела. Она написана после поездки в британскую Гвиану. В тот период Даррел еще не чувствовал так остро опасности надвигающейся на животных, и поэтому эти мотивы в настоящей книге не звучат. Она целиком посвящена впечатлениям от новой страны, от встреч с новыми животными, радости тесного общения с ними, и поэтому от книги веет ароматом экзотики в самом лучшем смысле этого слова. Как и другие книги Джеральда Даррела, она займет свое место среди самых любимых книг. Книга «Путь кенгуренка» — своего рода отчет о поездке Джеральда Даррела в Новую Зеландию, Австралию и Малайю. Она также выдержана в типичных для Даррела тонах. Автор особенно много внимания уделяет вопросам охраны природы, не забывая при этом о портретах животных и зарисовках самих этих стран. «Путь кенгуренка» на мой взгляд одно из лучших произведений Даррела, но пусть об этом судит сам читатель. Во всяком случае поклонники Даррела укрепят свою любовь, а те, кто встречается с ним впервые, будут иметь возможность познакомиться с обаятельным человеком, бескорыстным энтузиастом борьбы за спасение животных. Профессор Флинт. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Июнь 2010 года. Читала Ирина Ерисанова. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...